Итак, всем добрый вечер. Всем добрый вечер участникам, которые подключились к нашей прямой трансляции онлайн-форума «Секреты успеха лидеров Арифлейм». И если вы меня слышите, если вы уже собрались у экранового монитора, если отложили все дела и заперли дверь в свою комнату для того, чтобы вас никто не отвлекал в течение ближайших двух часов нашего эфирного времени, то поставьте, пожалуйста, свои плюсики в чат, тем самым подтвердите свою готовность. Да, и заодно еще у вас есть несколько секунд для того, чтобы проверить, не стоит ли там на плите, может быть, ужин, который вы забыли выключить, а то ведь отвлечет, да, вот, или молоко, или заняты, или там дети каким-то увлекательной игрой для того, чтобы вы смогли полноценно погрузиться в атмосферу нашего онлайн-форума для того, чтобы общаться с лидером, потому что живое общение, возможность задать какие-то вопросы через скайп, через чат. И вы, кстати, периодически получаете ужин уже положили готовый, так, не стоит, отлично. Вот, то это, конечно, дорогого стоит, потому что сейчас найти информацию там в интернете, в YouTube или еще где-то на личных страницах тех же самых лидеров не составляет труда. Но при этом идет сейчас очень большая нагрузка, скажем, рабочая и на лидеров в том числе, при ходе интернета задач все больше и больше появляется, что вот возможности такого живого общения, ну или хотя бы вот иметь возможность чуть-чуть вот как-то повзаимодействовать, ее становится очень мало. И вот отчасти онлайн-форум ставит задачу такую, чтобы вы могли, могли задать какие-то личные вопросы свои спикерам, которые у нас выступают. И если есть время, если позволяет, они обязательно отвечают. Если нет, то вы видели, что они там потом в процессе в чате отвечают вам на вопросы или, может быть, кто-то даже в личной переписке, то есть по-разному. Поэтому цените этот момент, присутствуйте на форуме вживую, подключайте сюда все свои команды, пусть они получают вот эту живую, хоть и виртуальную энергию, энергию успеха. Итак, значит, мы с вами уже… Какой у нас день онлайн-форума? Кто мне подскажет, сколько времени мы уже с вами работаем? Мне кажется, мы уже с вами там несколько месяцев трудимся. На самом деле пошла только вторая неделя. Так, 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 сейчас, секундочку. Вот, вижу. Отлично. Отлично. Шестой, восьмой. Смотрите, у каждого из участников свой счет времени. Обратите на это внимание. Видимо, мы уже повернули стрелки часов вспять у кого-то. Это тоже интересный результат. Итак, давайте не буду занимать время, потому что оно у нас прям очень ценно, его не хватает на всех. Я сразу передаю слово нашим сегодняшним спикерам. С удовольствием хочу представить вам Антона и Ирина Долженко. Это дважды бриллиантовые директора, топ-лидеры компании «Ариклейм Россия». И это лидеры, это люди, да, лидеры, они такие же люди, которые когда-то начинали, но сегодняшний день их годовой доход уже почти стоит в 5 миллионов рублей. 500 лидеров в команде с уровня 22% и выше. Кто хотел бы такие же иметь результаты? Ну-ка давайте. Такой глупый, наверное, наивный, но все-таки вопрос. Скажите себе «Да, я тоже хочу». И сегодня Ирина и Антон поделятся с вами своими наработками, своими секретами. Они также организаторы проекта «Продвижение», который позволяет им вот так успешно развиваться. И они сегодня с вами поделятся тем, что многим, на мой взгляд, не достает. Это система работы. Так давайте тогда их дружно с вами поприветствуем своими смайликами в чате или, может быть, поздравительными фотографиями. Ну, как вы уже умеете выражать свои эмоции, тут простор для творчества, он большой. А Антон и Ирина, я вас сейчас подключаю к нашей трансляции, включаю вам звук, передаю микрофон, включаем видео. И вы в прямом эфире, пожалуйста, можете уже поприветствовать наших участников форума. Добрый день, доброе утро, добрый вечер. Друзья, мы видим, какая обширная география. Ребят, мы вас всех приветствуем и с огромным удовольствием хотим вот этот вот отрезок времени провести вместе с вами. И, знаете, наверное, очень такое наше любимое дело, которым мы занимаемся перед каждым вебинаром, которых у нас сейчас в команде очень много ежедневно, по 4-5 вебинаров. Мы очень любим, знаете, как срез географический проводить. Друзья, пожалуйста, напишите, из какого вы города, из какой страны сейчас вот нас слушаете, сейчас подключились к нам. Вот, нам будет это очень интересно и очень приятно, чтобы проверить обширность географии нашей сегодняшней. Гомель, Сочи, Красноярск, Уфа, ох, ничего себе, из Барнаула кто-то есть, отлично, земляк. Вот, да, но с такой скоростью, конечно, все меняется. Страны и города, это, ой, ой, как приятно, ребят. Спасибо вам большое. Вот, давайте тогда начнем наше сегодняшнее общение. Мы хотели бы рассказать немножечко, вы же понимаете, что насколько история важна в нашем бизнесе, насколько это важно. Но помимо этого мы хотели бы остаться полезными после сегодняшней встречи. Очень хочется научить вас именно методикам передать ту систему, которую мы создали. Да, для нас Эрифлейм это не баночки с кремом, это не продажи, это не тетка с сумкой. Для нас Эрифлейм это система образования, именно система образования, меняющая жизни людей. Поэтому сейчас мы вам об этом расскажем, и я передаю слово красивой половине нашей семьи. Вот, и мы вам включаем нашу презентацию. Ирина, можешь начинать. Можешь начинать. Итак, ребят, давайте сейчас настроимся на работу, слайды по страстью ставят динамично и комментировать по ходу. Итак, наша история, эта история одна из тысяч или даже десятков тысяч таких же историй обычных людей, которые пришли и добились успеха вместе с компанией Эрифлейм. Конечно, когда-то для нас это было, мы и мечтать не могли о том, что может осуществиться такой результат, но тем не менее, конечно, мы верили и доверяли компании, доверяли спонсорам, и мы просто делали каждый день. Делали с той целью, чтобы посмотреть в глаза своим детям через какое-то время, когда возникнут неудобные вопросы, какой выбирать университет, какое выбирать образование, какие выбирать социальное развитие, да, и проявление детей. На это все требует денег. И в тот момент, когда я забеременела, эти вопросы стали очень острыми, эти вопросы стали очень такими болезненными. Мы в момент начала сотрудничества жили в общежитии медицинского университета, получали образование. Я по специальности провизор, фармацевт, а Антон по специальности стоматолог. Это было уже у нас второе образование. Первое было среднее специально-медицинское, и вот второе, вернее, далее получали высшее образование. Тогда мы начали понимать, что те люди, которые нас обучают в университете, они живут рядом с нами в общежитии. Их дети здесь растут вместе со студентами. И мы начали смутно понимать, что, скорее всего, эти результаты ждут и нас. И тогда, конечно, мы готовы были услышать варианты, альтернативы для того, чтобы сделать нашу жизнь более обеспеченной, чтобы жизнь наших детей была ярче и удивительнее, и гораздо насыщеннее, чем у нас с вами в советское время, скажем так, да? Так, я листаю следующий слайд. И вот у нас произошла такая судьбоодносная встреча, как у вас когда-то со спонсором, который рассказал нам возможности реплей. С этого дня у нас просто мир перевернулся. Мы увидели то, что мир не через экран телевизоров, мы увидели мир через истории людей, которые вошли в компанию Reflame. Нас это необычайно вдохновило, и мы начали свой старт. Этот старт был очень смешон, скажем так. Этот старт был настолько скромным, что никто не верил в то, что могут получиться результаты. Тогда нам был 21 год, и мы, приходя в местное СПО, о нас говорили, что вы опять пришли со своим детским садом. Но, скажем так, мы были достаточно наполнены энтузиазмом, да, и мосты у нас были все сожжены. Мы понимали, что другого варианта заработать на квартиру у нас нет для своих детей. Нам очень хотелось, чтобы наш ребенок родился в нашей квартире, чтобы у нее была своя комната, нам очень хотелось, чтобы были комфортные условия для существования. Но вы знаете, момент старта, он, как правило, не совпадает с моментом регистрации. У нас этот момент старта был тогда, когда мы обозначили перед собой цели. Вот тогда появилось первое решение, первое видение, куда мы идем. Поэтому вот сейчас мы с вами заканчиваем, подходим к концу 2015 года, и у нас сейчас есть время в декабре проанализировать, как пройден этот путь, как пройден этот год, и подумать о том, все ли вы сделали, что вы планировали, что бы вы могли сделать, да. И именно сейчас вы можете спланировать следующий год, сделать его годом ваших новых свершений. Но для того, чтобы вы к чему-то двигались, надо определиться сначала с вашими целями. И вот тогда, когда мы, этот момент решения у нас произошел, произошел тогда, когда мы в общежитии, вы видите на фотографии картинку слева, где студенты вот в маленькой комнате празднуют день рождения. Видите? То есть это не наша комната, комната наших соседей. Тем не менее, вы видите здесь обои. Сейчас увидите, картинка чуть опаздывает. Обои вместо шторка, ну-то какая-то тряпка. И вот так, собственно говоря, проходила жизнь студентов. В тот момент, когда нам спонсор задал вопрос, что вы хотите от жизни, мы улыбнулись и сказали, у нас ничего вообще нет для старта. На регистрацию мы продали свою единственную технику, это электрический чайник за 250 рублей. И у нас было 149 рублей на регистрацию. Денег просто не было вообще. И тогда мы написали всё, что нам нужно в жизни, ту жизнь, которую мы считаем для нас комфортной, максимально комфортной. И мы прочитали, сколько это будет в деньгах, и разделили на 12 месяцев. Мы увидели ту сумму ежемесячного дохода, которая могла бы нашу жизнь сделать яркой, комфортной. И, в нашем понимании, обеспеченной. 15 лет назад эта сумма ежемесячного дохода, у нас желаемая сумма оказалась, 40 тысяч рублей. Вы знаете, вот с этого момента началось самое интересное, потому что эта сумма говорила о том, что мы не просто должны работать с потребителями. Эта сумма на лестнице успеха определяла развитие директоров в организации. Эта сумма определяла уровень золотого директора, человека, который развивает лидерство в командах, человека, который помогает создавать команды, который обучает, который занимается именно развитием лидерства. И вот в тот момент нам стало понятно, то есть на что нам нужно фокусироваться. И в тот момент мы стали понимать, что очень многие радуются разным категориям, скажем так, разным показателям нашего бизнеса. Кто-то радуется тому, сколько получили там кофеварок, кто-то радуется тому, сколько сумочек получили, сколько баллов получили, сколько клиентов обслужили. Но в тот момент наша цель определяла только количество директоров. И поэтому мы с того момента, мы ставили для себя, скажем так, мерилом нашего успеха, да, это количество новых директоров, тех людей, ключевых партнеров, которые с нами начали сотрудничество, начали развитие бизнеса с компанией Reflame, которые ежедневно вместе с нами несут возможности Reflame в массы. И что получилось, да? Вот вы видите слева, это наша перспектива медицинского работника. И на сегодняшний день мы тоже говорим, мы говорим, что мы лечим тоже по причине, но мы лечим уже от бедности, потому что сейчас мы прошли тот путь, когда уже сейчас мы можем научить и рассказать, научить и показать те инструменты, которые позволят создать действительно автономно развивающийся бизнес. Что произошло? Вот если вы сейчас оглянетесь назад, вот немножко, да, подожду вашего интерактива, адморатной связи, если вы оглянетесь вот сейчас на 5 лет назад, 10 лет назад, прокрутите и подумайте, о чём вы тогда мечтали, что вы сделали за это время, и как ваша жизнь изменилась. Подумайте, вы довольны тем, напишите просто плюсик, кто доволен, и минус, кто недоволен. Сегодня мы начинаем тоже наши действия, определяют наше будущее через год, через 5, через 10 лет, то направление, куда мы движемся, ваши цели. Многие из вас, да, пишут минус, лишь единицы пишут плюс. Фишка в том, что вы сейчас не должны разбираться и посыпать голову пеплом, почему это не получилось. Я вам дальше покажу схему, как мы планируем следующий год, как мы планируем неделю, и как мы планируем ваш день по европейской модели планирования, по шведской модели, которую нам дала компания Арифлейн. Эта модель, она не зацикливается на негативе, эта модель фокусируется на том, что у вас хорошо получается, и на том, что вы можете улучшить, и за счёт каких конкретных изменений, и начинается фокус на действия. Поэтому этот метод я вам дам, как перейти от сожалений и разочарования к тому, чтобы уже приступить к реализации вашей мечты. На сегодняшний день мы, наша позиция тогда, наши амбиции по отношению к бизнесу и наша непрерывная деятельность в этом направлении дала такие результаты, что наша семья проживает в квартире 188 квадратных метров. У нас у каждого ребёнка собственная комната. Мы можем себе позволить отдых с семьёй, мы можем себе позволить многие вещи. И многие из вас, если я могу предположить, что сейчас являются новичками в этом бизнесе, вы можете сказать, что, конечно, если бы у меня были большие доходы, то тогда я бы и говорил по-другому. И многие новички, они теряются на том этапе, когда они дают предложение о сотрудничестве и при этом мало зарабатывают. И что позволило нам, скажем так, что нам позволило развиваться тогда, когда мы были на 3, на 6, на 9 процентов? Я вам скажу. Тогда мы продавали, во-первых, результаты спонсоров, результаты лидеров компании Арифлейм. И мы звали, самая главная фишка, мы звали на ту цель, к которой мы идём. Вы сейчас не приглашаете на уровень 3%, который вы сейчас имеете. Вы сейчас не приглашаете на уровень 12%, который вы сейчас имеете. Вы приглашаете на ту цель, на движение к той цели, на которой вы идёте, понимаете? Вот определили вы для себя цель 200 тысяч рублей, допустим, в месяц, да? И вы идёте, вы ведёте себя, да? Не то, что вы, может, вести себя так и не будете, как вы бы зарабатывали 200 тысяч, но вы именно на эту цель ведёте. Вы эти возможности подаёте с этой позиции, с позиции вот такого уровня бизнеса. И что будет происходить? Вы будете двигаться в этом направлении, вы будете встречаться каждый день с новыми людьми. И поверьте мне, очень многие, те люди даже, которые станут последствиями вашими директорами, они могут сначала сказать вам «нет». Нам, наши бриллиантовые директора, которые сейчас бриллиантовые директора, в первый год сказали «все нет». Но мы находили людей, которые взаимодействовали с нами на уровень потребления. И первые полгода в наш бизнес компанией «Флэм» никто не верил. Но мы рекрутировали настолько интенсивно, чтобы вот этих потребителей было достаточно для того, чтобы показать уже свои личные результаты. И вы знаете, как оказалось, совсем не сумма определяла доверие к вашему проекту, к вашему бизнесу, а именно динамика доходов. Когда вы ежемесячно показываете своим знакомым, своим родственникам сумму вашего дохода, постоянно, непрерывно увеличивающуюся, пусть это сегодня тысяча, завтра это две тысячи, послезавтра это пять тысяч, потом десять тысяч. То есть вот эта динамика, она впечатляет гораздо больше, чем сама сумма, какая-то очень крупная сумма. На сегодняшний день, допустим, мы на презентациях вообще не говорим, сколько мы зарабатываем, потому что это сумма, в которую просто не верят. Итак, вот я могу показать динамику роста доходов за последние 10 лет в компании Reflame. Как вы видите, средний доход в 2003 году у нас был 21 тысяча. И средний ежемесячный доход. Здесь, когда мы подводим результаты, мы должны смотреть хотя бы ежегодную сумму дохода, тогда она будет очень адекватной. И вот если посмотреть там риэлторы, или какие-то другие профессии, где результаты идут такие, скажем так, единичные, то есть по сделкам, то здесь у нас идет непрерывный рост, и в дальнейшем через год, через два, через три вы можете действительно показать динамику. Итак, что вы можете еще, что бы вы делали, если бы вы сейчас зарабатывали 500 тысяч в месяц? Вы подумайте, на что бы вы потратили. Вы подумайте, как бы вы себя чувствовали, что бы вас окружало, что бы вы сделали для своих родных. Сегодня мы заключили сделку на покупку квартиры моей маме. И вот вы видите бухгалтерскую справку, которая показывает, что мы получили на ее первый доход в компании Reflame 511 тысяч 600 рублей, 666 рублей. Мы добавляем еще миллионы, покупаем ей квартиру рядом с нами. Она жила раньше в другом городе. Это для нас очень важный момент такой в жизни. Дальше покажу, зачем вам еще это надо. Есть, конечно, в список таких традиционных меч входит и квартира, машина. И вот одна из машин самых стабильных, таких самых безопасных – это Volvo. Мы участвуем в уровне бриллиантового директора в программе «За рулем мечты», где компания выделяет деньги на оплату лизинга. И мы вот уже в течение года, каждый месяц компания 47 700 платит за нашу машину Volvo. Мы не платим сейчас ни копейки. Дальше, зачем еще вам это надо? Очень многие среди самых ярких меч это путешествия. И вот я вам покажу тот акт, одно путешествие, 258 тысяч рублей, 738 копеек, компания платила по договору на нашу поездку, когда был круиз по маршруту Барселона-Тулон-Ницца-Флоренца-Ринь-Ниаполь-Барселона. Это тоже может быть вашей целью, тогда, когда вы не платите за эту поездку, оплачивает компания. Это действительно очень приятная мечта. Те путешествия, которые мы получаем, они, конечно, очень разнообразны. Именно они показывают яркость жизни и наполненность насыщенной вашей жизни. Что меня вдохновляет на этом пути? Конечно, на этом пути самое большое вдохновение – это наша семья, это яркое будущее, обеспеченное будущее и настоящее для наших детей. У нас трое детей. Все дети рождены в сотрудничестве с Арифлейм, как я говорю. То есть мы росли в бизнесе и воспитывали в это время деток. Это действительно реально, это действительно возможно. И, конечно, нас вдохновляет наша команда. Когда наши партнеры начинают покупать свои квартиры, свои машины, когда они начинают воплощать свои мечты, это, конечно, очень дорогого стоит. И на сегодняшний день, то есть сегодня я получила документы на создание благотворительного фонда «Живи». и для нас это очень было важно. Для меня это было большой мечтой, этот проект, который для меня очень важен. Я когда-то увидела вот такой логотип два года назад от компании «Рифлейм» на бриллиантовой конференции. Этот логотип символизирует непрерывное развитие, такой спираль развития, да, яркую, насыщенную жизнь. Жизнь надо ярко не существовать. И сегодня мы официально в Министерстве юридической Российской Федерации зарегистрировали некоммерческую благотворительную организацию «Живи» для того, чтобы помогать консультантам «Рифлейм», которые попали в тяжелые жизненные ситуации, и для того, чтобы развивать, способствовать социальному развитию детей, их образованию в категориях семей, которые воспитывают детей инвалидов, семьи неполные, неполные, где мама воспитывает детей, либо это многодетные дети, вот, дети с ограниченными возможностями. Мы хотим создать вот такое созидательное направление. В этом направлении участвуют бриллиантовые директора нашей организации, они являются учредителем нашего фонда, и я надеюсь, что мы вместе сможем сделать гораздо больше добрых вещей, добрых дел в этом мире, скажем так, да. И вот о системе развития. Давайте перейдем к тому, чтобы мы поговорим о том, как «Рифлейм» развивался раньше и какой этап сейчас «Рифлейм» переживает, скажем так, да. И мы как раз те самые лидеры, которые универсалы, которые умеем работать и оффлайн, и онлайн, и с самыми разными методами. Начинали мы тогда, когда у нас была ручка, листочек, у нас не было пейджеров, у нас не было телефонов даже сотовых, у нас не было компьютера, компьютер мы купили только на квалификации директора «Рифлейм» с первой премии. И мы работали разными методами. Первый период, первые шесть лет – это был период хаоса, методов проб и ошибок. Мы делали все, мы делали все, тестировали там и промостойки, и мероприятия, и мастер-классы, все что угодно, да. И потом, когда группа наросла, и она стала уже многотысячной, нам стало очень трудно управлять. В этот момент пришла компания на помощь, предложила систему продаж и рекрутирования в «Рифлейм». Она называлась «Система ПРО». Курировал ее Кёрк Ректор, и он на основе интервью с лидерами, 300 самых успешных лидеров мира, опросил и вывел определенную схему взаимодействия консультантов на разном уровне. Менеджеры от 0 до… ключевые партнеры от 0 до 9%, что делают их функциональные уровни. Менеджеры, что делают с 9 до 18%, директора, золотые директора, топ-ридеры. Это направление первое приняли Украина, и мы услышали от Дороган, Марины и Вадима о том, как они реализовали эту систему. На тот момент они были бриллиантовыми директорами, сейчас они золотые исполнительные директора. И мы изучили эту систему, и, собственно говоря, ее внедрение привело к таким результатам, систематичность в работе привела к таким результатам, что за первые 6 лет у нас было создано 10 директорских групп, за последующие полгода у нас каждые полгода стали по 10 новых директорских групп в команде развиваться. И 6 лет мы делали 10 директорских групп, и затем каждые полгода мы стали создавать новые 10 директорских групп. Это, конечно, было для нас очень таким поворотным этапом к уже профессионализму. И опять же в какой-то момент люди, понимаете, методы работают разные, и нужно понимать, что есть методы, нет методов, которые не работают. Есть просто методы, которые являются, которые, скажем так, устаревшие или новые, да, есть методы, которые актуальны, есть методы, которые сейчас дают результаты. Если вы сейчас занимаетесь каким-то направлением в работе, вам это дает результат, значит, вы делаете все правильно. Вот. Значит, в 2013 году у нас был еще один момент поворотный, когда нам хотелось большего, но мы понимали, что мы не можем провернуть. Мы увидели историю, мы были на бриллиантовой конференции на ГУА в Индии, и услышали историю Индонезии, вот эти две девушки на слайде, сверху, вот рядом со мной. Значит, эти девушки за два года сделали бриллиантов с момента регистрации, за три года сделали квалификацию «Золотой исполнительный директор». Обе. Вот представляете, то есть такие колоссальные результаты, мы на них смотрели, думали, что это инопланетяне. То есть мы всегда работали много, но мы таких результатов тогда не достигли. И мы начали изучать, что такое. То есть эти девчонки работали именно только через онлайн. Тогда появилась еще, появилась Анна Черна, начала создавать, да, Алексей Севрук, то есть вот такие звезды, да, которые онлайн начали продвигать. И мы увидели, что есть личные бренды и командные. Вот мы собрались с командой директоров, вот вы видите, и перешли к командной работе. На тот момент, опять же, нашим, скажем так, куратором, да, и человеком, который смог профессионально скорректировать систему работы, это опять же был Кёрк-ректор, и мы услышали с ним, мы с ним проанализировали, да, и увидели, как мы можем дополнять ту систему работы, которая у нас уже и так работала, да, чем мы ее можем дополнить, чтобы она работала еще лучше, да. И вот у нас появились новые системы обязанностей, но на разных уровнях уже при оффлайн и при онлайн-системе сопровождения партнеров. Я листнула, слайд? Ага, вот, и что мы получили? Вот смотрите, за три года работы, совмещая, введя онлайн-систему коммуникации, мы увидели, что не только мы, мы больше, чем в два раза увеличили результаты. У нас в 13-м году было баллов бонуса 351 тысяча, в 14-м году 486 тысяч баллов бонуса команды, и в 15-м каталоге 15-го года 1 миллион 113 тысяч баллов было по нашей команде прошло за три недели. Товарооборот составил у нас при счете на месяц почти 40 миллионов рублей. Это все к тому вопросу, да, когда вам говорят, что Reflame не покупают. Я не знаю, кто там говорит, да, все нормально с Reflame, покупают замечательно, покупательская способность очень высокая, тем более в кризис. Вот, что сейчас у нас в команде более 20 тысяч лидеров с уровня 3% и более 50 тысяч консультантов по общей команде. Наши партнеры у нас, мы гордимся тем, что результаты наши повторяемые, и в нашей команде есть сейчас три бриллиантовых директора, и, надеюсь, в этом году будет тоже удвоено это количество бриллиантовых директоров. И одни из них, вы знаете, Родионовы, Алена Иван, это те лидеры, которые смогли бриллиантовую квалификацию делать за полтора года от старта. И это, конечно, несравненно, этот результат оказал, скажем так, влияние и на всю команду в целом. Поэтому сейчас, наверное, вы знаете, я, да, еще два слайда расскажу, передам слово своему мужу. Итак, что делает наш партнер Reflame Cosmetics? Очень многое в бизнесе делает компания Reflame. Она оформляет официальную деятельность ИП на территории России по договору возмездного оказания услуг. Она делает глобальные сайты на нескольких языках, открывает вам возможность международного спонсирования. У нее есть отлаженная система логистики доставки в любой регион. У нее есть торговые патенты на косметические продукты, wellness, исследования, команда профессионалов. У нее здесь огромные мероприятия, впечатляющие BMW, банкеты, международные конференции, и, конечно же, самый прибыльный маркетинг-план. Все это дается нам в наследство, скажем так, от нашей компании. В этом большом бизнесе эту огромную роль на себя берет управление, логистика этого бизнеса берет наш партнер компании Reflame. Наша задача с вами быть информационным каналом коммуникации от компании к людям. И, собственно говоря, наша задача стать профессиональной информации об нашей индустрии, о нашей компании. И на сегодняшний день, то есть мы ввели, у нас вебинары ежедневные проходят, вложений никаких нет для работы, можно начать просто вот совершенно так же с нуля, как мы начинали когда-то 15 лет назад. Более 300 спикеров участвуют у нас, и координация более 100 вебинаров в месяц. У нас коммуникация в скайп-чатах, в чатах в WhatsApp, сопровождение, рассылки, YouTube-канал. В принципе, все это вы можете увидеть, то есть сейчас любой лидер, он доступен, и видно, что он делает, что он говорит, чем он занимается, вы можете это все посмотреть. Поэтому давайте сделаем выводы какие. Вы определите сейчас цели в жизни. Их стоимость – это, соответственно, им уровень на лестнице успеха. Нужно продумать свою систему в графике на каталог «Квартал и год». Как и где вы рекрутируете, система обучения, система мотивации. И спланировать самое главное для новичка сейчас – научиться планировать просто ваш день. Один день, если вы сегодня знаете, что вы сегодня сделали самое важное, вы сделали свой шажочек в мечте, да, вы сегодня провели, рекрутировали одного партнера в команду. И значит, вы можете спокойно ложиться спать и знать, что вы сделали свой следующий шаг в мечте. Итак, я передаю слово своему мужу Антону Долженко. Это наш ОСТОВ, такой логистический центр нашей команды. Пожалуйста, прошу любить и жаловать. Друзья, ну что же, давайте я вас тоже поприветствую, так сказать, вживую. Ребят, такая тема, которую я называю «Пять секретов продвижения». И на самом деле слово «секреты» здесь, ну такое слово, как бы, наверное, немного химеричное, да, потому что все мы вот эти вот секреты ищем, все мы хотим узнать какую-то вот эту главную буржуинскую тайну. И тайна эта заключается в том, как бы много зарабатывать и ничего желательно при этом не делать. Честно вам скажу, наверное, если вы ждете именно таких секретов, то после нашей встречи у вас останется одно разочарование, да, потому что все, что сейчас мы, Ирина говорила, все, что сейчас я буду говорить, это связано с ежедневной работой, с ежедневным трудом, который заменить какой-то волшебной фразой, в принципе, невозможно. Да, то есть вот эти вот 4-5 вебинаров, которые у нас идут в команде ежедневно, ежедневно уже годами, 4-5 вебинаров обучающих, да, лидерские, для новичков, презентации по косметике, по велнесу. Это работа, это большая. Конечно же, мы это делаем всей командой, конечно же, мы это делаем сообща. Давайте я вам расскажу то, что я на сегодняшний день считаю важным и нужным. И один из первых секретов, о которых я хотел бы вам сказать, это начиная любой разговор, помните вашу конечную цель. Друзья, смотрите, ну вот сейчас будут такие очень глубокие, очень основополагающие моменты. Вот, поэтому послушайте внимательно. И вот у нас в команде, да, вы все слышали, Ирина рассказывала о том росте, который у нас произошел. Да, то есть два года назад 300 тысяч баллов по всей команде, а в пятнадцатом каталоге миллион 113. Конечно же, многие, ну, я думаю, многие здесь присутствующие захотели бы такой рост и захотели бы такое количество баллов по всей команде. Вот, поэтому прислушайтесь к моим советам, прислушайтесь о том, что я вам сейчас говорю. У нас в команде это обязательно. Конечная цель. Ребят, начиная любой разговор, помните вашу конечную цель. Вот вы, когда разговариваете с человеком, какова ваша цель? Какова цель вашего разговора с новичком, с кандидатом? Скажите, пожалуйста, напишите здесь. Честно вам скажу, для меня в Арифлейм есть определенная мечта у меня. И у меня есть определенное видение того, что я хотел бы увидеть из партнера, из новичка, с которым мы начали общаться. Так вот, давайте я посмотрю, чтобы он стал бизнес-партнером. Договор заключить, найти лидера, задать направление в работе, заинтересовать. Отлично. Спасибо вам большое, ребят, за обратную связь. Спасибо. Давайте я вам расскажу, какая же цель у меня. Так вот, моя цель в Арифлейм – это автономно работающие 22% группы. Все, понимаете? Ребят, вот здесь, вот на этом слайде я специально вам поставил такую вот атомную подводную лодку. Знаете, в чем ее сила? В чем ее опасность? В чем ее, как бы, знаете, способность заставить себя уважать? Да дело в том, что она автономная. Она загрузила там эти мегатонны смерти на свои борта, и никто не знает, где она сейчас есть. Она может быть там под Северным Ледовитым, она может быть где-то там в Баренцевом море, она может быть рядом с Америкой, рядом с Кубой, понимаете? Она автономна, и в этом ее ценность. Точно так же и лидеры в Арифлейм, которые могут быть автономными, которые могут плыть сами месяцами, и причем не по течению, а туда, куда им нужно, туда, куда мы вектор командный выбрали, вот именно в этом и есть ценность. Поэтому, когда я знакомлюсь с человеком, когда я начинаю с ним общение, я всегда, ну, иногда в шутку, в самом начале говорю, я сейчас с тобой работаю, чтобы тебя бросить в конечном итоге. Человек удивляется, как так, вроде так рассказывал, как здесь хорошо, и бросать собирается. А я говорю, ты знаешь, я тебя брошу в двух случаях, в любом случае, или так, или так. Первый случай. Я рассказал тебе, ты оказался умным, все понял, и можешь все делать самостоятельно. Так вот, я тебя бросаю. Почему? Да потому что ты сам все можешь делать самостоятельно. Второй вариант. Я тебе рассказал, ты меня послушал, оказался дурачком, и у тебя не получается без меня. И я тебя тоже бросаю. Почему? Потому что ты не можешь работать самостоятельно. Понимаете, ребят, начиная любой разговор, помните вашу конечную цель. Какая у вас лично цель в Арифлейм? Скажите, пожалуйста, напишите в чате. Если у вас цель директор, да, конечно, вы сможете, в принципе, быть директором, набрав людей, которые не могут работать самостоятельно. Набрав таких сетевых инвалидов, да. Если у вас цель золотой директор, ну, не знаю, в принципе, это возможно. Это будет сложно, да, это будет сложновато, но, в принципе, это возможно. Тоже добиться этого уровня, имея несамостоятельных людей. Но весь ваш день будет уходить на них. На компенсирование их неполноценности. Ребят, а если у вас цель бриллиантовой? А если у вас цель, не дай бог, президент? Или бриллиантовый президент? Как вы собираетесь достичь этой цели, если вы похожи на клоунов, которые подкручивают тарелочки? Одну подкрутил, вторая упала. Третью начал подкручивать, первая останавливается. Поэтому, начиная любой разговор, помните конечную цель. Моя цель – это построение автономно работающих 22% групп в Арифлейме. Соответственно, для этого нужны определенный уровень партнеров. То есть люди должны понимать, в принципе, о чем разговор идет. Люди должны обладать минимальными навыками делового общения. Поэтому не старайтесь, когда вы пришли в Арифлейм, не старайтесь сразу же приглашать людей, которые ниже социальным рангом, ниже интеллектуально, ниже, в принципе, морально, духовно, чем вы. Потому что они начнут вас дублицировать и позовут еще ниже. Те начнут дублицировать их и позовут еще ниже. Это называется в нашем бизнесе закон убывающей компетенции. Так мы до хомячков дойдем, понимаете? Это, конечно же, нам не подходит. Поэтому первый секрет продвижения. Начиная любой разговор, помните вашу конечную цель. Поэтому начинайте разговор и начинайте рассказывать о бриллиантовом директоре. Минимум. У нас в команде все разговоры начинаются с бриллиантового директора. Ни подарочки, ни сумочка, набитая косметикой, ни браслетик, ни помадка. Ребят, это все люди сами научатся это делать. И краситься, и голову мыть шампунем Эрифлейм. А вот бриллиантом стать они не научатся. Поэтому, начиная любой разговор, помните о конечной цели. Это автономно работающие 22% группы. Давайте следующий секрет. Давайте посмотрим, какие у вас там вопросы есть. Так, ну, спасибо за идею. Так, ну, вроде бы все понятно. Отлично. Поехали дальше. Ребят, вы знаете, что нужно делать, знают все. В принципе, что нужно делать в Эрифлейм для того, чтобы стать успешным. Ну, не все, но многие. Но здесь есть очень важный момент, который также, как я вам сказал, у нас в команде мы очень активно продвигаем. Ребят, а вот что не нужно делать, знают только самые успешные. Понимаете, дело в том, что очень часто люди тратят всю свою жизненную энергию на те вещи, которые делать не нужно. И вроде бы они весь день потратили на Эрифлейм. И вроде бы они весь день, как они говорят, занимались Эрифлеймом. А на самом деле-то к цели не продвинулись никак. У нас есть, понимаете, у нас есть вещи, которые являются ключевыми, а есть вещи, которые являются вспомогательными. Так вот, очень часто, очень часто люди тратят все свое время на вспомогательные вещи. Забрать заказ, разобрать его, отнести помадку, а клиенту не понравился тон. Мы едем через весь город, чтобы, понимаете, поменять этот тон. А потом она вообще отказалась от заказа. И так весь день прошел. Знаете, я всегда вот такой пример привожу. Вот представьте, доктор, вот представьте, у человека вскочил Чири. Ребята, ну, простите за такую аналогию, но так как я медицинский работник в прошлом, да, ну, это, наверное, нормально. Ребят, вот представьте, у человека вскочил Чири. Он приходит к доктору, он приходит к доктору и говорит, доктор, у меня вот здесь болит. Дальше выходит доктор. Вот представьте, ребят, эту картину. Как вы думаете, важно, чтобы доктор был вежливый? Да, это важно, да. Важно, чтобы у доктора был белый наглаженный халат. Да, это тоже важно. Важно, чтобы доктор наладил контакт с пациентом. Да, это очень важно. Понимаете, вот это вот все очень важно, но это действия все второстепенные. А самое главное – это просто взять скальпель и сделать разрез. Если доктор очень вежливый, если он этику-деонтологию соблюдает в белом халатике, в красивом, он с вами наладил контакт, успокоил вас и отправил домой с Чирием, он не помог. Понимаете? А может произойти ситуация другая. Выходит доктор в грязном халате, слегка поддатый, но делает это основное действие. Ну, простите за такую аналогию, да? Он берет скальпель, делает разрез, и вам легче. Понимаете? Поэтому точно так же в Арифлейм. Иногда мы тратим весь свой день на действия, которые результата ключевого не принесут. А какое у нас, какие у нас действия, которые приведут к результату? Рекрутинг. Все. Соответственно, вам нужно сделать так, чтобы у вас хватило вашей жизненной энергии на рекрутинг. А для этого вам нужно слезть с дохлых лошадей. Понимаете? Вот это вот самая главная проблема. И человек боится с нее слазить, человек не хочет с нее слазить, потому что ведь я его приглашал, я старался, это мой новичок. Ну, как же я, как же я вот его сейчас брошу? Я так много времени потратил, чтобы его зарегистрировать. Ребята, понимаете, знаете, это вот похоже на такую ситуацию, когда, опять же, ну, что-то меня сегодня на врачебный юмор потянуло, вы уж простите. Ребята, вот знаете, когда врач приезжает, допустим, на вызов, начинает, там, пациенту плохо, больному, там, он уже при смерти, он начинает его реанимировать, там, адреналин в сердце, разряд, там, еще разряд, да, как по телевизору показывают. У него ничего не получается. Минуту, две, десять, час не получается. Два часа не получается. А потом выясняется, что там он две недели назад уже утонул. Понимаете, уже невозможно оживить это. Но что самое плохое, ребят, через какое-то время этот врач начинается сомневаться в себе. Начинает сомневаться, что он что-то правильно делает. И он говорит, наверное, я плохой врач. Наверное, я что-то не так делаю. Да нет, все ты так делаешь, просто это не тот человек. Понимаете, очень часто у нас это в бизнесе. Приходит человек и говорит, Антон, слушай, наверное, я плохой спонсор, наверное, Reflame не для меня. А что? Да вот я работаю уже с консультантом полгода, у него нифига не получается. Я смотрю на этого консультанта и говорю, господи, беги, беги отсюда, пока не поздно. Поэтому, ребят, что здесь делать нужно, знают все. А что не нужно делать, знают только самые успешные. Поэтому не нужно пытаться победить в скачках на дохлых лошадях. Ребят, это секрет номер два. Секрет номер три. Будьте постоянно, постоянно. Это очень важно. Я даже не знаю до какой степени. Очень часто люди пытаются добиться успеха везде помаленьку. Ребят, везде помаленьку не получится. Выберите одно направление и просто бейте без остановки. Вы знаете, как мы запускали онлайн? Несколько лет назад мы увидели эту тенденцию. Мы увидели, что деньги постепенно перемещаются в онлайн все. И закрываются ритейлы, закрываются магазины, закрываются банки, закрываются бухгалтерии. И люди просто перемещаются в онлайн. И мы начали думать, как же нам переместить бизнес Арифлейн тоже в онлайн, на платформу. Причем сделать и онлайн рекрутинг, и онлайн обучение, и онлайн коммуникации. Вот это вот наша задача была. Ребята, мы начали. Мы начали тратить на это время каждый день. Каждый день мы встречались с лидерами, потом каждую ночь сидели, все это обсуждали, все это делали. Ребят, каждый день в течение полугода мы это делали безрезультатно. Вот представляете, какая должна была быть мотивация? Ведь у нас есть рабочий метод. Это оффлайн-презентация, это езда по регионам, это то, чем мы занимались много лет, и то, что нам дало квалификацию хорошую, с хорошим доходом в Арифлейн. Но настолько была сильна мотивация, настолько мы верим и знаем, как это важно быть постоянно-постоянным. Поэтому полгода, каждый день команда наших директоров собиралась, мы писали планы, мы писали действия, мы что-то делали, ошибались, у нас не получалось. Но мы победили в конечном итоге и запустили онлайн-рекрутинг, онлайн-сопровождение, онлайн-коммуникации. Да, я не знаю, на сегодняшний день наша команда по росту и в онлайн-пространстве, и просто, ну, наверное, в лидирующих позициях находится команда продвижения. Вот, поэтому, ребят, не раскачивайте шлюпку, не мечитесь от одного борта к другому. Да, это очень часто бывает. Ой, слышала, в онлайне можно, ды-ды-ды-ды-ды, побежали к одному борту. Ой, а я слышала, на промостойке можно хорошо заработать. Ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды, побежали ко второму борту. А я слышала, можно вот по регионам ездить, побежали к там. И вот так вот лодку мы с вами раскачиваем. Выберите направление, наберитесь терпения и делайте каждый день действия, не ожидая результата прямо завтра. Вы должны понять, что мы на самом деле, когда зовем в Арифлейм, мы не приглашаем людей на косметику или даже на деньги. Мы предлагаем людям совершенно другой образ мышления. Вот есть образ мышления рабочего по найму, а есть образ мышления предпринимателя. Так вот, рабочий по найму – это человек, который мыслит очень краткосрочно. Он смотрит вперед на один день, на два дня, максимум на неделю. Поэтому у каждого рабочего по найму есть такое желание отработать и получить деньги прямо сейчас. То есть так, подожди, как это я, то есть я поработала, а денег мне за это нету? О, нет, я так не согласен. Вот это мышление рабочего по найму. Для них гораздо проще продавать продукцию Арифлейм, потому что они вот прямо сейчас сделали действие и получили результат. Для них это приемлемо, для них это понятно. А вот полгода пахать, полгода пахать и как бы ждать, что что-то там наступит, ну, это не их тема. Вот, соответственно. Поехали дальше. Следующий момент. Обучение. Ребят, обучение не имеет конечной цели. Вот это вот важно понять. Профессионалы зарабатывают много, дилетанты зарабатывают мало. Все, по-другому никак. Вы должны понять, что обучение – это не какая-то цель. Так, ну вот, мне нужно научиться. Да, это в школе можно научиться этом. Можно сказать, что вот я закончил 9 классов или 11 классов. Да, вот это конечная цель. В Арифлейм обучение не имеет конечной цели. Это процесс, это состояние вашего мозга. Понимаете? И самое губительное, что вы можете сказать, самая губительная фраза. Я вот с такими людьми мне очень сложно, если честно. С людьми, которые говорят эту фразу. Я предпочитаю с ними бизнес не делать. Я все знаю. Просто забудьте эту фразу. Поймите, что учиться нужно каждый день. Бизнес. Арифлейм – это не пенсионный фонд. Здесь невозможно сделать что-то и потом всю жизнь эту пенсию получать. Потому что придут молодые и просто откусят по чуть-чуть и получится совсем кисло. Поэтому здесь нужно… Это бизнес. Арифлейм – это бизнес. Это не пенсионный фонд. Поэтому здесь нужно держать нос по метру. И для этого вам нужно быть всегда в топовых позициях по методикам. И для этого вам нужно всегда обучаться. Обучение не имеет конечной цели. Это процесс. И последний секрет, который я хотел бы вам рассказать – это теория изобилия. Это теория, которая поможет вам жить в гармонии с собой и поможет добиться в бизнесе огромных результатов. Вы знаете, как-то раз у нас был большой семинар, только для лидеров, примерно на 250-300 человек. Мы работали в санатории, но столовая санатория вмещала только 180 человек. И шеф-повар сказала мне, мы вас всех накормим. Вот сколько угодно человек. Но главное, чтобы они зашли постепенно. Сначала 180, а потом остальные. Вы, говорит, скажите своим, ребята, а вот теперь представьте лидера Арифлейм. Такой психотип. Как он может прийти не первым? То есть представьте лидера Арифлейм. Это человек, который подскочит и окажется первым везде. И вот эта вот мысль, как бы сделать так, чтобы 180 человек пошло в столовую, остальные подождали, я даже не знал, как ее осуществить. Но семинар был одного из наших любимых партнеров, керка-ректора. Он на английском разговаривает с переводчиком. И он говорит, окей, окей, Антон, я сам скажу, позволь это мне сделать. И дальше он рассказывает вот эту теорию изобилия. Ребята, вы знаете, у меня есть вебинар, я потом могу, если что, ссылочку скинуть. Я про это подробно рассказываю. Сейчас время уже закончилось, моего выступления. Поэтому я вам скажу вкратце. Он просто рассказал нам за 10 минут о том, что в мире всего на всех хватит. И бриллиантов, и квартир, и джипов, и мужей, и новичков, и консультантов. Понимаете? Всего на всех в изобилии. Как только вы это начнете понимать, как только вы вот примете вот это всей душой, ваш внешний вид, ваши глаза, они просто изменятся. И люди, простите за банальность, но это факт. И люди к вам потянутся. Понимаете? Поэтому просто, ребят, поймите всего в изобилии. Не деритесь, не грызитесь за консультантов, за новичков. Просто поймите, что их миллионы вокруг вас. Поэтому, друзья мои, огромное спасибо вам за уделенное для меня время. Огромное спасибо организаторам этого события, которые нас пригласили на этот онлайн-форум. И сейчас мы с вами попрощаемся вживую. Давайте я переключу. Вот так вот сделаем. Вот. Ребят, поэтому мы вам желаем успеха. Что еще мы желаем? Достигать максимума, оставить большие цели. Лидеры всегда на расстоянии сейчас одного клика. Вы всегда можете найти ответы, буквально подойдя к компьютеру. Поэтому все ответы есть, вся информация доступна. Вам нужно просто начать действовать. Когда вы начнете действовать, тогда вы начнете понимать, как это работает. Да. И я хотел бы тоже со своей стороны в конце нашего общения пожелать вам, ребят, хотел бы пожелать вам правильных решений. Вот это вот очень важно. Каждый день, вот вы поймите такую вещь, человек успешным становится не за одну минуту. Точно так же, я не знаю, там, бомжом человек становится не за одну минуту. Он каждый день, каждый день у вас есть вилочки, развилки. Посидеть, посмотреть Дом-2 или прочитать книгу по бизнесу. Пожарить оладиков или выйти на пробежку и пробежать там 3 километра. Каждый день вы принимаете сотни решений, которые постепенно приведут вас либо к успеху, либо к полному фиаско. Поэтому я вам желаю делать каждый день правильные решения и успешного вам продвижения. Пока-пока. Пока-пока. Давайте поблагодарим еще раз Антона и Ирину Долженко за потрясающее выступление. Я, честно говоря, сам сидел и замер, когда слушал те ценные советы, те ценные мысли. Вернее, даже не так. Знаете, чем интересно у меня сейчас выступление? Антон Ирин, это вам от меня, как от организатора обратной связи, что в каких-то случаях обычно слушаешь и впитываешь какие-то ценные идеи и советы. А вы заставили работать в голову и идеи, и мысли, и что нужно делать, они начали рождаться лично у меня в голове. И я следил за чатом участников, смотрю, что у них точно так же что-то в голове свое начало простраиваться, прорисовываться, раскладываться по полочкам. Я уже видел, что в процессе там уже появлялись какие-то ценные для них открытия и для каждого участника. Спасибо вам за это большое. Всех участников, все, кто сейчас пишет в чате благодарности Антону и Ирину за выступление, подкрепите традиционно, как мы с вами, как у нас уже принято, не просто благодарность, спасибо, а те три действия, которые вы намерены сделать, начиная с сегодняшнего дня, начиная по окончании онлайн-форума, то, в какую сторону повернули вам взгляд и голову Антона и Ирина, подведите небольшой итог, чтобы эта информация была не просто интересная, хорошо прослушанная и хотелось бы ее там поделиться со своей командой, смотрите, слушайте, как интересно. Все проявляется в действиях и Антон с Ириной это подчеркнули, поэтому первый секрет успеха лично ваш, это то первое действие, которое вы сделаете по окончании онлайн-форума или даже после сегодняшнего выступления. Еще раз спасибо Антону и Ирину Долженко. Я напомню, что вы только что слушали дважды бриллиантовых директоров, топ-лидеров компании Reflame Россия. И сейчас мы делаем коротенький перерыв для того, чтобы подключить следующего спикера. Вы не отключайтесь и в этот момент у вас есть возможность подвести итоги прослушанного выступления. Итак, буквально 2-3 минуты и мы с вами продолжаем. 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 Итак, время бежит. Возможно, вы скажете, что еще не прошло, Александр, 2-х минут. Я еще не успел или не успела записать те мысли, которые у меня в голове родились после предыдущих спикеров. но тем не менее мы уже начинаем, потому что каждая минута на вес золота, каждая минута это дополнительная возможность провести время и общение с выступающими, задать вопросы. И я сегодня с удовольствием вам представлю следующего нашего спикера. Интересный момент в том, что этот спикер должен был выступать в субботу или в воскресенье. Как у нас традиционно в онлайн-форуме место для тренеров выделено именно в эти дни. Но так уж распорядилась судьба, так распоряжается жизнь, что время действительно очень ценно. Единственный день, когда вы имеете возможность встретиться с этим человеком, это сегодня. Я нашел окошко для того, чтобы дать вам возможность с ним провести время. Я вам хочу представить Валерия Максимчук и пока я буду делать ему небольшой промоушен, хочу вас попросить напишите в чате, кто знаком с этим человеком. Потому что задача это кто и в каком случае происходило это знакомство. На этот онлайн-форум я приглашал далеко не всех тренеров, а тех, которые вкладывали и продолжают вкладывать достаточно существенную роль в развитии лидеров, консультантов, да и вообще в судьбе многих людей, являясь для них верным помощником, верным другом, хорошим наставником, помогая решать те вопросы, с которыми самостоятельно не получается разобраться. Валерий Максимчук, это наш приглашенный тренер, это основатель и президент Академии развития лидерства. Я с ним познакомился на одном из потрясающих, вживую познакомился, так-то мы все друг друга давно знаем, а вот вживую познакомился на одной из такой индустриальных конференции, когда мы с ним пообщались, посидели, поняли, что мы примерно смотрим в одном направлении, видим, как должно развиваться индустрия, чем мы можем помочь. Я понял, что мы с ним, знаете, вот когда ценности совпадают у людей, то такое ощущение, что вроде с человеком знаком был, ну, вроде бы только первый раз общаешься, а знаком с ним уже как будто всю жизнь. Вот. Это очень важно. Я с удовольствием его сегодня пригласил. Так, сейчас, секундочку. Да, участники размещают в Skype, то есть подтверждая те мои слова, что с Валерием активно работают многие команды, команды Reclame. Это здорово, это замечательно, спасибо вам тоже за эту обратную связь, потому что, ну, еще раз говорю, что важно, чтобы мы сегодня общались, то есть у нас сегодня круг, вот тренеры, такой необычный формат, мы не продаем ни тренингов, ни еще что-то, это встреча друзей, к большому счету, это такая возможность, когда вы имеете возможность встретить с человеком, который вам оказал какую-то роль в вашем, в вашей жизни. подтвердите, что вы готовы встретить Валерия Максимчук, еще раз скажу, основатель, президент Академии Лидерства, Академии Развития Лидерства своими смайликами, своими аплодисментами, своими там, фотографиями, которые вы успели с ним сделать, и я тогда ему передаю слово. Да, есть готовность, ты на связи, включаю тебе звук, подключаю тебя к эфиру и передаю тебе слово. Все, ты в эфире или я в эфире снова, переключи на себя. Сейчас, подождите, секундочку. Снова, все, ты в эфире или я в эфире снова, переключи на себя. Да, сейчас мы все сделаем, посмотрите, как все обычно происходит, идет и чат, и трансляция. Валерий, я тебе скажу, как всем тебе помочь и тебе передаю слово. Всем добрый вечер. Давай еще со звуком, со звуком определимся. Нажми на кнопочку. Я передаю. Всем добрый вечер. Саша, давай еще со звуком. Сейчас, секундочку. Напомню, и выключи, чтобы звук не дублировался. На странице, где есть чат, поставь видео на паузу. Вот здесь, да, на паузу. Так, есть все, теперь ты не будешь сам себя или меня слышать. И на этой странице нажми тогда зеленую кнопочку показать экран, чтобы люди тебя смогли увидеть перед тем, как ты покажешь презентацию свою. Вот, есть, отлично. Ну и так, поприветствуйте. У нас с вами в эфире Валерий Максимчук. Кто его узнал, пожалуйста, в чате откликнитесь. Всем добрый вечер. Мне, конечно, тоже приятно с вами сегодня вечером пообщаться. Напишите еще, пожалуйста, чтобы я понимал, с кем мы знакомы. Да, благодарю за приветствие. Поставьте, пожалуйста, семерки, семерки, вот просто семерки поставьте, с кем мы где-то, может быть, пересекались, может быть, вы мои какие-то видеоуроки смотрели, на каких-то мероприятиях были книги, читали, на сайте были семерки, просто семерки поставьте. Пока вы ставите, я несколько слов скажу. Со многими мы где-то виделись. Ну, отлично, здорово. Несколько слов хочу сказать в качестве своего представления, чтобы мы общались конструктивно. У нас всего лишь ну, 45 минут, час максимум. И, конечно же, хочется, чтобы это время прошло максимально для вас полезно и максимально эффективно. Вот, поэтому быстренько, короткая визитка, короткое представление и поговорим о том, что на самом деле для вас ну, действительно важно. В первую очередь, конечно же, из точки зрения развития бизнеса, увеличения доходов, ну и как следствие улучшения жизни. Два слова. Академия развития лидерства работает в наших 12 странах. За счет такой широкой географии это позволяет нам и мне в частности видеть, как ее президенту и основателю то, что сетевой бизнес на самом деле действительно великая, хорошая возможность для многих людей. За счет того, что мы в разных странах и в разных экономических ситуациях работаем с клиентами, помогаем развивать бизнес, мы понимаем, что на самом деле принципиального значения в какой стране ты работаешь, в каком городе, какая ситуация в настоящий момент экономическая или социальная, это принципиального значения не имеет, это имеет только лишь значение умеешь ты работать или не умеешь ты работать. Профессионально ты работаешь или непрофессионально ты работаешь. Я вот буквально на прошлой неделе меня попросили дать такое небольшое интервью. Ребята начинают сетевой бизнес, и вот они один из вопросов мне задают, Валерий, скажите, вот в настоящих экономических реалиях, насколько эффективно заниматься сетевым бизнесом, и я понимаю по их вопросу, что они ждут от меня ответ, что да, сейчас в экономике, когда не очень хорошо, сетевой бизнес это наилучшая возможность для многих людей, да, с одной стороны, но я им ответил, как считаю на самом деле, что независимо от того, какая экономическая ситуация, можно достигать больших результатов или не достигать, или когда экономическая ситуация хорошая, выдают кредиты, как это было там 11 лет назад и будет в каком-то будущем, ближайшем, тоже есть люди, которые развиваются, поэтому хочется с вами поговорить сегодня с точки зрения того опыта, который у нас накоплен, и я лично уже занимаюсь и знаком с сетевым бизнесом уже 19-й год, как бизнес-тренер я работаю уже 15 лет, ну я практикующий тренер, очень хорошо понимаю, чего зависят нюансы сетевого бизнеса, и вот Антон сегодня говорил, я абсолютно с ребятами согласен, что очень многие рассказывают о успешных подходах, правилах, это тоже хорошо, я последние годы рассказываю об ошибках, потому что когда-то и сам, когда я начинал, и любой человек, который начинает новое дело, сетевой бизнес, это очень интересный бизнес, он на первый взгляд обеспечивает какой-то свободой действий, а с другой стороны нужно самостоятельно организовывать, и вот если понимать ошибки, которые тебе мешают идти вперед, то и понимать, как их исправить, ты начинаешь двигаться быстрее, и вот последние годы, работая во многих странах, есть возможность проводить разные эксперименты, в хорошем смысле этого слова, то есть проверять, что работает лучше, как работает лучше, отталкиваться именно от этого, мы обнаружили, что когда даешь четкий перечень на каждом этапе ошибок, которые делаются, ошибок, которые совершаются людьми, то, соответственно, ты вводишь человека в осознанное состояние, и если говорить вот даже о нашем взаимодействии на вот эти 45 минут или час, то в чем я вижу вот свою задачу? Я об этом говорю всегда, потому что обычно вот я выступаю 20 часов, 30 часов, то есть 2-3 дня идут какие-то программы, но я говорю всегда вот именно об этом, что вот наше взаимодействие состоит в том, чтобы я, пользуясь своим личным опытом, опытом многих клиентов, мы работаем с топ-лидерами, и компания Reflame, естественно, в том числе. Я очень многих знаю лично, компания Reflame для меня очень близкая компания, вот, я знаю практически всех, кто входит в топ-15 России, Украины, Белоруссии, Казахстана, вот, других стран, Болгарии, вот были недавно, вот топ-1, Reflame Болгария, Албена Димитрова, Светозара, вот. И вот всегда я говорю одно и то же, что моя задача состоит в том, чтобы показать вот на этом пути, с того места, где находитесь вы сейчас, как попасть в то место, где находится, где хочется находиться, то есть с точки А в точку Б, потому что если этот маршрут знать достаточно хорошо, или идти рядом с тем человеком, который знает маршрут достаточно хорошо, то вероятность попасть в точку Б, ну, близка практически к 100%. Естественно, на этом пути встречаются ошибки, и очень важно быстро на них реагировать и исправлять. Без ошибок не бывает никакого движения, без ошибок не бывает никаких перемещений, вот, ну, об этом, я думаю, все взрослые люди знают и понимают, но вот умение исправлять ошибки, умение быстро менять ситуацию, умение быстро находить правильное решение, чтобы двигаться дальше, вот оно и определяет, с какой скоростью ты придёшь. И вот с какой скоростью ты придёшь к своей новой цели, к тем достижениям, которые есть у каждого человека. Поэтому вот я за эти 45 минут плюс-минус хочу с вами поделиться такими, на первый взгляд, простыми, но очень распространёнными ошибками. Я уверен, и как их исправлять, естественно, расскажу. Я уверен, что многие из вас, из присутствующих, уже не один год в сетевом бизнесе, не один год, я думаю, с компанией Reflame работают, директоров, я думаю, достаточно много, но наступает момент, когда ты развивался-развивался, и потом, бам, вот что-то останавливается. Это у всех наступает такая ситуация, независимо от опыта, независимо от уровня дохода, просто на разном уровне люди находятся. И вот самый ключевой момент, когда эта ситуация наступила, вот здесь нужно быстро и чётко определиться, как изменить эту ситуацию, что улучшить, что исправить, чтобы двигаться дальше. Это может быть технология, это может быть психология, связанная с нашим мышлением. Поэтому поговорим сегодня об ошибках. И начнём с того, что одна из таких распространённых ошибок состоит в том, что люди, которые приходят на мероприятие, вот вы сегодня пришли, много людей. Ситуация, на первый взгляд, простая. Вот я иду на мероприятие, вот вы пришли сегодня на мероприятие, вы же пришли не просто посмотреть, послушать, или вот провести как-то вот эти два часа именно перед монитором. Вы пришли на самом деле за ответами на свои вопросы. Правильно же я понимаю? У каждого человека, который идёт к какой-то своей цели, есть вопросы, и человек хочет на самом деле на эти вопросы получить ответ. Если вы с этим согласны, просто напишите мне в чате, что да, мы с этим согласны, это действительно так. Давайте ещё раз проверим нашу связь. Есть, да? И парадокс состоит в том, что вот с этим все всегда согласны, но парадокс состоит в том, что никто, никто, как бы это странно ни звучало, не пишет вопросы, прежде чем попасть или на мероприятие, или войти в зал мероприятия. Я принцип, который помогает двигаться быстро вперёд, называю технологией «дверь сквозь стену». Очень многие люди, они, когда столкнулись с каким-то препятствием, начинают искать какие-то обходные пути, манёвры, подкопы, лестницы ставить, преодолевают, наберут те лучшие ещё варианты, когда человек что-то делает, чтобы препятствия преодолеть. На первый взгляд, это правильно. Но я уже очень много лет использую сам, и делюсь этим опытом со всеми, с кем мы где-то встречаемся, что есть ещё один очень интересный вариант. Можно не карабкаться, не рыть никакие подкопы, можно проходить сквозь препятствия, проходить сквозь стену. Для этого нужно найти, знать, где эта дверь, определить причину, или ту ошибку, о которой мы говорим, то есть что тебе мешает двигаться дальше, в чём суть этого препятствия. Дальше нужен ключ, то есть знать, как преодолеть это препятствие, как решить эту ситуацию, то есть надо решение, как эту причину устранить. Ну и дальше мотив, сделать шаг вперёд. Если вы сейчас на этом мероприятии, если вы сейчас слушаете людей, которые достигли результата, значит, вы готовы двигаться вперёд, у вас есть энергия, ну, я так предполагаю, хочется мне в это верить. Вот. Тогда нужно понимать, что вам сейчас мешает развиваться быстрее. Даже если у вас сейчас идёт развитие, вы можете развиваться быстрее, в два раза быстрее, в три раза быстрее. Я за свои 19 уже скоро лет опыта, ну, видел и сам это делал, как можно за год удвоить, утроить продажи, доходы, но для этого надо правильно строить бизнес. Поэтому я вот хочу с вами поделиться вот этими причинами, ошибками, чтобы вы проходили сквозь препятствия, потому что только вы остановились, только вы остановились, это означает, что нужно взять, посмотреть, что мешает. Если не можешь найти, обратиться к тем, кто знает, как найти ошибку или причину, найти ключ, решение, а лучше его знать и дальше двигаться вперёд. Тогда скорость удваивается, удваивается и утраивается. Итак, первая ошибка, которую многие делают, состоит в очень простой вещи. Они не пишут свои вопросы. Они не пишут свои вопросы. Я даже у вас не буду спрашивать, чтобы сэкономить время, потому что я знаю, что многие из вас, прежде чем войти в вебинарную комнату, попасть на вебинар, не записали свои вопросы. Казалось бы, ну что может быть проще или понятнее, вот когда даже сейчас это говоришь. Но если... Почему многие не пишут свои вопросы? Да потому что они в голове есть, потому что они в голове крутятся. На самом деле, когда человек пишет вопрос, он фокусируется на поиске ответов именно на этот вопрос. И даже написать вопросы бывает не так просто. Давайте быстренько посвятим этому одну буквально минуту. Вот запишите прямо сейчас. Не здесь в чате, а у себя в тетради. Вот у себя в тетради. Запишите три вопроса, два-три вопроса, одна минута, которые в настоящий момент волнуют вас больше всего. Я несколько лет назад летал... Вы пишите, пишите, я пока буду еще кое-что рассказывать. Несколько лет назад я летал в Лондон специально на семинар Антони Роббинса. И когда вот тоже ищешь ответы на свои вопросы, постоянно на каждом мероприятии получаешь подтверждение. Семинар Антони Роббинса, если вы, может, слышали или знаете, это один из самых дорогих бизнес-тренеров в мире. Вот такие поездки обходятся, вот нам обошлись, они с женой, в 10 тысяч долларов. И, конечно, когда ты тратишь на трехдневное обучение, на трехдневный семинар в 10 тысяч долларов, ты хочешь оттуда взять по максимуму. И я вот составил список вопросов, у меня их было около 20. В течение этих трех дней я получил ответы практически на все, ну, по-моему, на 16 вопросов. Остальные просто там, ну, уже были такие очень глубокого, широкого характера. Вы пишите, пишите, два-три вопроса. Если у нас останется 5-10 минут и у вас останутся вопросы, какие-то для вас очень важные, мы эти 5-10 минут посвятим тому, чтобы я на эти вопросы ответил. Потому что очень важно, даже если вот вы возьмете, я вам еще кое-что расскажу полезное, но даже если вы возьмете только вот эту одну рекомендацию, вот устраните эту одну ошибку, вы повысите эффективность каждого мероприятия, на котором вы присутствуете, в 3, в 5, в 10 раз. А учитывая, что вы в сети вон в бизнесе, эффективность ваша, как лидера, повысится в 20, в 30 раз. Потому что вы можете этой простой технике или устранить эту ошибку у своих партнеров. Вы пишите вопросы, которые вас волнуют, и ответы на которые вы хотите получить. И обязательно каждому своему партнеру, который приходит на мероприятие, на любое мероприятие, даже если это мероприятие по продукции, вы тоже им даете задание написать вопросы. Потому что когда вместе собираются люди, люди-деломышленники, люди, стремящиеся к новым целям, к новым достижениям, создается, аккумулируется в зале, энергетика очень качественная, очень сильная. И эти ответы, эти ответы не обязательно, что вы получите от спикера. На вебинаре или на семинаре, или на тренинге, вы можете ответ на свой вопрос получить от общения о перерывах в кулуарах. Вы можете ответ на свой вопрос получить просто в виде какой-то мысли или какой-то идеи, но и от спикера тоже в том числе. Понимаете? Но если вы не запишите вопросы, есть большая вероятность, что вы получите просто много информации, и вы не сможете определить, что из этой информации для вас максимально полезно. Вот сегодня ребята дали очень много полезных, реально практичных моментов, практических моментов, которые нужно использовать. Но насколько это сейчас для вас применимо? Как минимум, если вы вопросы не писали, нужно для себя обязательно составить и записать свое расписание, когда вы применяете то, о чем узнали, то, о чем услышали. Итак, первая ошибка, о которой я хотел вам рассказать. Многие, почти все, почти все, 99%, если хотите, не пишут вопросы. Они их крутят в голове в лучшем случае. И это ошибка. Записывайте вопросы сами и просите своих партнеров тоже записывать вопросы. Вы достигнете еще очень одного важного момента. Каждое мероприятие будет полезным для ваших партнеров. Почему? Многие партнеры перестают ходить на мероприятия. Они вам это могут как угодно объяснять. Родители, кошки, собаки, дети, начальники, еще там чего-то, заботы какие-то семейные. Это все частичная правда. Основная причина, почему они не ходят на мероприятия, они на предыдущих мероприятиях не получили никакой пользы. Не поняли, что они получили пользу. Не поняли, зачем они туда пришли и что они оттуда унесли. Если они будут писать 3-5 вопросов, можно больше, на мероприятии, и будут получать ответы, а ответы можно получить и после мероприятия, обсудив эти вопросы, они будут понимать, что нужно идти на следующее мероприятие, чтобы получить еще 3-5 ответов, еще 3-5 ответов. Понимаете, насколько на самом деле все просто? Хорошо. Идем дальше. По системам. Все понимают уже, кто в бизнесе не первый год, что бизнес нужно вести системно. Мы за 19 лет очень много проверили различных технологий, направлений. И вот я, как человек системный, я всегда люблю выстраивать какую-то последовательность, чтобы было понятно, как работает какая-то часть бизнеса или весь бизнес. Вот то, что вы сейчас видите на экране, это выстроенных 6 бизнес-систем, разбитых на 3 модуля, на 3 части. И вот с точки зрения ошибок, как анализировать бизнес, как находить ошибки, нужно понимать, прежде всего, и видеть бизнес как бы сверху, вот его полностью. Вот здесь вы видите слева первый модуль, две первые бизнес-системы, без которых ни один бизнес не начинается, ну и сетевой в частности. Вот первая система повышения мотивации уверенности в себе, и она идет в связке со второй системой. Действия для создания успешных бизнес-команд. Действия нужно не просто для того, чтобы приходили люди, нужно, и вот Антон очень верно сказал, я это пропагандирую уже года 4, еще с Кирком ректором, когда вот Илья так у меня получилось по жизни, потом как-то, если встретимся, расскажу историю. С Кирком ректором мы начинали когда-то разрабатывать систему PRO в Украине, и вот мы тогда еще о командообразовании говорили и думали, как сделать так, чтобы каждый, кто в сетевом бизнесе настроен на серьезное развитие, понимал, что нужно не просто команду создать. Команда – это мало. Нужно создавать команды, и разница в одной букве, но на самом деле на выходе это две разные стратегии. Если ты создаешь одну команду, ты в этой команде в лучшем случае станешь лидером, директором, например, и за то время, пока ты ее создаешь, ты становишься для этой команды таким настоящим, полноценным, уважаемым человеком, тебя все любят, без тебя почти ничего не решается, а со временем у кого амбиции еще зашкаливают, вырастает на голове корона, и получается незаметно, очень такая проблемная ситуация, а я очень много с этим сталкивался, как коуч и как бизнес-консультант. Как только появляются какие-то в глубине подрастающие лидеры, они претендуют на эту корону. И вот получается ситуация всего лишь ошибка в стратегии. Когда ты создаешь свою команду, для тебя эта команда как твой ребенок, как твое детище, и ты начинаешь ее защищать, ты не хочешь в эту команду еще кого-то пускать. Я понимаю, что вы, скорее всего, понимаете, что это неправильно. Не давать расти, нужно наоборот давать расти лидерам. Но стратегия вначале должна быть изначально правильная, изначально правильная стратегия. Нужно создавать команды, и в этой каждой команде должен быть свой самостоятельный лидер. Тогда будет пассивный доход, тогда будет, естественно, суть бизнеса. Запишите для себя, поставьте восклицательный знак. Запишите себе, я создаю команды. Команды. Шесть команд. Бриллиантовый директор. Мне нужно шесть команд. Что еще меняется, когда ты просто меняешь формулировку вот этой стратегии? Если ты создаешь команды, ты в людях будешь тогда стараться рассмотреть их лидерский потенциал. Не просто мне нужны люди, все подряд. Это тоже приводит к очередным ошибкам. Дальше о них еще расскажу. Когда ты создаешь команды и постоянно об этом думаешь, и учишь каждого своего партнера, я помогу тебе создать три команды, я помогу тебе создать четыре команды, пять команд, шесть команд. Ты в людях стараешься рассмотреть вот именно то лидерство, которое есть в каждом человеке. Есть такая уже немножко древняя история, возможно, вы ее слышали. Однажды в американской школе пришла новая учительница, и ее как вот такую новую молодую решили бросить на амбразуру. И далее и самый такой неблагонадежный класс, где все балбесы, плохая дисциплина, плохо учатся, бросают вызов учителям. Ну, такие как бы неформальные ученики. И вот эту молодую учительницу бам, мы бросили на этот класс. Ну, выплывет, выплывет, не выплывет. Ну, вот такая у нее будет подготовка. Проходит время, месяц, два, три. Она не жалуется, ходит, даже улыбается, общается, все нормально, удивляется. Проходит еще время год, подводятся итоги года. И с удивлением директор школы видит, что класс этой учительницы становится одним из лучших классов по успеваемости в школе. И вот, когда уже эту учительницу поздравляют на собрании, вручают ей там диплом и все, что полагается, директор меня спрашивает, скажите, пожалуйста, как это у вас получилось? Мы вам дали самый плохой класс, а вы с него за один год смогли сделать вот такое замечательное класс и достижение. Она, учительница, в свою очередь, тоже удивляется, говорит, как самый плохой класс. Я, наоборот, когда пришла в этот класс, сама удивилась, что мне дали такой замечательный класс таких людей, мне как новому педагогу доверили, таких замечательных учеников. Тут директор школы опять удивляется, говорит, ну как же замечательных учеников? Мы вам дали класс такой отстающий, там со сложными учениками. Она говорит, ну как же? Я пришла, посмотрела журнал, посмотрела колонку и увидела, что у всех учеников очень высокий уровень IQ, ну то есть умственных способностей. Тут опять директор удивляется, говорит, ну откуда этот высокий IQ, где вы это видели? Она показывает журнал, говорит, ну вот колонка, смотрите, какой высокий у всех IQ. Директор смотрит журнал, смотрит на эту колонку и с удивлением ей говорит, это не уровень IQ, это номера шкафчиков, которые у этих ребят закреплены на физподготовке. Понимаете? В чем суть? Она просто перепутала, я не знаю, насколько эта история ну правдивая или эта история придуманная, но суть в том, что мы можем в людях видеть разное отображение. И если вы выбрали стратегию «я создаю команды», я создаю команды, вы будете стараться в людях рассмотреть именно их лидерский потенциал. Он там есть, да, у кого-то глубоко, у кого-то ближе, но вы будете стараться опять же выбирать тех людей, кто сейчас готов к лидерству. Если вы будете создавать просто команду, вы в лучшем случае станете директором, вы потратите на это много усилий, много усилий, но дальше будет развиваться сложно, поверьте, я это уже много раз видел. Там, где мы меняли стратегию, развитие идет всегда быстрее. И вот эти две системы, они идут в полной связке. Нужно постоянно понимать, как повышается мотивация, от чего это зависит. Я вам сейчас тоже здесь пару ошибок покажу. И что является уверенностью, от чего зависит уверенность, и как на нее влиять с точки зрения своей уверенности, помощи своим партнерам. Я не буду вас даже спрашивать, чтобы время сэкономить, актуально ли об этом поговорить. Я имею в виду мотивации и уверенности. Я знаю, что это актуально. Следующая система – это уже обучение, поддержка бизнес-партнеров. Обучение имеется в виду в группах, обучение уже качественное, это уже третья система. Когда людей становится еще больше, нужно понимать, как личную эффективность лидера повышать. Я не смогу сегодня, естественно, все это рассказать, только поговорим об основных моментах по первым системам. Дальше уже идет правильное выстраивание бизнес-отношений, когда людей уже очень много. Нужно понимать, как сделать так, чтобы это были отношения, которые помогают бизнес развивать, и отношения, которые помогают, ну не очень жесткие, но помогают их поддерживать на уровне такой нормальной дружбы, от которой не страдает бизнес. Потому что если это друзья, кума, ну как ты их будешь там выговором говорить, что там людей их мало на мероприятии, или они куда-то не идут, или не едут, это же друзья, так нельзя говорить. Но есть техники, как это выстраиваться правильно. Я хочу просто вам показать, чтобы вы понимали, вот над чем нужно работать, вот что нужно, не все подряд нужно учить. Сейчас в интернете столько информации. Выберите вот то, что важно сейчас, найдите свои первые ошибки по первым системам и начните их исправлять. Вот и последняя, шестая система, это как управлять уже командами и бизнес-процессами, когда они уже выстроились, то есть быть именно таким лидером командного уровня управления. Но сейчас вот я по двум этим системам хочу пройтись, сколько успеем. Почему? Потому что я в прошлом году, вот у меня сын во втором классе был, у меня четверо детей, вот, и один из сыновей во втором классе. И вот он приходит, мы общаемся, я его со школы встретил, и вот он мне говорит, у нас там есть какой-то Вася, условно говоря, двоечник. И я говорю, ну подожди, как двоечник? Это же второй класс, во втором классе там буквально, ну еще, ну ничего такого вообще нет сложного, чтобы быть двоечником. Ну он мне там что-то объяснил, а я тогда задумался, я себе говорю, слушай, ну в сетевом бизнесе тоже есть двоечники, почему в втором классе есть двоечники, почему в сетевом бизнесе есть двоечники, в начале, когда всё достаточно просто и понятно. И я понял, двоечники во втором классе есть по очень простой причине. Это не связано с учителями, это не связано с собственными способностями детей, это не связано с какими-то заданиями или предметами, которые в школе учат, или ещё какие-то внешние причины. Я нашёл основную причину, почему во втором классе есть двоечники. Этой причиной, кстати, как вы думаете, почему во втором классе есть двоечники? Ну, интересно просто ваше мнение, насколько вы быстро и сразу ответите. Потому что осознанное понимание того, что является этим реальным препятствием, опять же, той же ошибкой, оно позволяет исправлять эту ошибку? Ну, вот Татьяна взяла и сразу правильный ответ написала. Ну, вариантов-то не так уж и много, кто или что является причиной. Ну, вот лень пишет, нет желания, не дорос до учения и так далее, и так далее, неинтересно, ярлык повесили. Это всё правильно, самооценка не та. Это всё правильно с одной стороны, но на самом деле вот Таня сразу написала ключевую, основную, основную причину, основное, все остальное следствие. Это родители, это родители, которые не сфокусировали просто своего ребёнка. Почему неинтересно ребёнку учиться? Потому что они объяснили ему, зачем это нужно, не перевели, это какое-то осознанное состояние, не создали игру какую-то. Я за детьми наблюдаю, но в силу того, что у нас их четверо, все разного возраста, естественно, и на детях можно очень многому научиться. Родители – основная причина. Я своим детям много всего объясняю, но не буду сейчас в эту тему уходить, тоже большая интересная тема. Но я им объясняю всегда, чтобы им было осознанно понятно, почему нужно учиться, потому что алгебра, геометрия, физика, химия на 95% жизни это не пригодится чаще всего, ну если они пойдут по какому-то из этих направлений. И тогда возникает вопрос, а зачем учиться? И я своим детям уже со второго, с третьего класса, дочке даже сейчас объясняю, на следующем году пойдёт в школу, для того, чтобы они потом в жизни могли состояться, для развития, для привычки, для привычки находить ошибки, для привычки развиваться, для привычки запоминать, для привычки быть тем человеком, который не растеряется в какой-то сложной ситуации. В школе их достаточно много. И вот это осознанное понимание, оно переходит в то, что наши дети все учатся хорошо. Ну сейчас, те, кто учатся. Так возвращаемся в сетевой бизнес. Почему в сетевом бизнесе есть двоечники? Я двоечниками называю тех, кто уже больше года, тем более двух, и не заработал 500 долларов. Например, если говорить о, да, не важно, крупных городах или не крупных городах, все, кто несколько лет в сетевом бизнесе не заработали хотя бы 500 долларов, я имею в виду именно от структуры, от сети, это двоечники. Ну и тогда вопрос закономерный. Почему есть двоечники в сетевом бизнесе? Их очень много, вы же это прекрасно понимаете. Кто является тем человеком, который таким образом выстроил взаимоотношения, работу и так далее? Ответ правильно, если там родители. То если вы честно ответите и на этот вопрос, мы тогда получаем что? Правильно, правильно, Оксана, это спонсоры, которых не научили, может быть, еще где-то спонсоры, или которые плохо учились у хороших спонсоров, у хороших лидеров, или делали вид, что учились. И вот эти ошибки, которые на самом деле не такие уже сложные, но они передаются с поколения в поколение, потому что кого-то не научили сверху, тот не научил, тот не научил и так далее. Хорошо, идем тогда дальше. Вот эти 10 шагов, чтобы вот тему немножко троеточие поставить со школой, вот эти 10 шагов по моему опыту, по моему мнению, я говорил вначале, что у меня опыт практически, ну через полгода в сетевом бизнесе у меня было более 5000 человек, ну во всех уже разных командах и структурах. И когда меня спрашивали, как это получилось, нужно же выступать было, нужно было делиться опытом. И вот когда ты выходишь на сцену и понимаешь, что ты рассказываешь теорию, не рассказываешь практику, как-то становится не очень удобно. И я и вот мои лидеры начали разбираться, как же у нас это получилось. И вот эти 10 шагов, которые вы видите, это вот та азбука, можно ее назвать, или арифметика, то есть это не алгебра, не геометрия. Вот этих 10 шагов достаточно, чтобы создавать директорские команды. Да, нужно еще, естественно, понимание того, как организовать систему обучения, как организовать систему управления и так далее. Но вот эта база, эта основа, вот если вы своих людей проведете по этим 10 шагам осознанно, вот 5 шагов первой системы, 5 шагов второй системы, причем обратите внимание, что система вот действий, классических действий, многие их знают, неважно в офлайн или в онлайн, вот, но нужно встречи назначать, нужно встречи проводить, искать партнеров, инструктировать и так далее, делать их ключевыми партнерами. Но это вторая система действия. Первая система – это система мотивации, повышения уверенности в себе. И если мотивации много, если мотивации много, и человек сразу прыгает в действие, возникает еще одна ошибка. Вот я хочу о ней сейчас сказать. Многие думают, что мотивация – это цели. Вот если прописать хорошо цели, вот, то будет у новичка мотивация. Но по практике, если посмотреть, я уверен, что вы это уже тоже замечали, этих прописанных целей, даже правильно прописанных, там, с частичками, не, еще там, с какими-то нюансами, их хватает все равно не очень надолго. Опять наступает момент, когда активность падает, энергии мало, там, или лень, как угодно можете назвать. Много лет назад я об этом уже задумался и на своем опыте, на опыте очень многих других людей, лидеров. Вот, и в итоге пришел к выводу, что на самом деле мотивация – это не просто цели. Мотивация – это немного шире. Цель, которую человек ставит, это, в лучшем случае, энтузиазм. И если человек, вот здесь, со второго шага, вам хорошо видно сейчас вот 10 кружочков? Мне поставьте, пожалуйста, в чате пару плюсиков, что вы хорошо видите. И если обратить на это внимание, то возникает, и мы получаем очень много ответов на простые вопросы. Но резкость я не исправлю, вот как есть, так есть, запись потом посмотрите тогда. Если просто прописать даже цели и человека бросить в действие, то есть назначать встречи, там, списки и так далее, или интернет, или еще где-то, но человек не получит быстрый результат, а это так чаще всего бывает, он очень быстро сдувается, падает активность. Это одна из основных причин, почему новички быстро прекращают заниматься бизнесом. И говорят, что там им что-то не хватает, люди закончились, все уже все знают, никому ничего не нужно, все знают, что я в Эрифлейм, уже все там что-то услышали, вот и так далее. Но на самом деле выход из этой ситуации есть. Как сделать так, чтобы новичок продержался до первого результата? И я даже сегодня, ну, успею, думаю, расскажу, как сделать так, чтобы этот первый результат был быстрее. Что получается? Когда уменьшается уверенность, падает активность, спонсоры активные начинают предлагать новые методы. Например, там партнер говорит, у меня знакомые закончились, все все знают, хорошо, тогда пойдем на холодный рынок, или в интернет, или еще куда-то. И там начинается опять путь, с минуса через ноль, с ошибками, и чаще всего опять ничем хорошим не заканчивается. Так вот, ошибка состоит в том, что мотивация – это не только цели, мотивация состоит из трех частей. Вот я вам сейчас хочу, чтобы мы сделали упражнение, расскажу об этом подробнее. Какие три части, и почему размер дохода, он на самом деле не определяется тем, что человек написал в своих целях. Потому что написать можно в целях, и вы это не раз делали любую цифру. Можно написать и тысячу долларов, и пять тысяч долларов, и десять, и двадцать пять тысяч долларов. Задание очень простое. Рисуйте у себя сейчас тетрадку, девять точек, как вы видите на экране. Девять точек. Три ряда, три точки. Первый ряд, три точки. Второй ряд, три точки. Третий ряд. Рисуем девять точек. И ваша задача, ваша задача, теперь поставить ручку в любую из этих точек, и не отрывая руки, соединить эти девять точек четырьмя прямыми линиями. Вот вы поставили ручку в любую точку, вам нужно провести четыре прямых линии, не отрывая руки, чтобы эти четыре прямых линии соединили все девять точек. Это упражнение напрямую связано с мотиватом. Попробуйте несколько раз. Чтобы сэкономить, опять же, время, я думаю, те, кто хотели, попробовали, если вы не знаете это упражнение, как его сделать, вы его не сделаете. Хотя это на самом деле задание для математических олимпиад, по-моему, в пятом, что ли, классе. И дети, пятиклассники, шестиклассники делают на порядок быстрее, больше и чаще, чем это делают взрослые. Взрослые практически не способны решить эту задачу, выполнить это упражнение. Получилось, может быть, у кого-то? Напишите мне в чате. Если вы знаете, как четырьмя линиями соединить, соедините тремя, двумя или одной. Ну, чтобы вам было интереснее. Задача решается следующим образом. Ставим ручку в левую верхнюю точку. Ну, для примера, можно и в другую, в левую верхнюю точку. И ведем линию вправо, вправо, вправо. Видите, где она у меня заканчивается? Ведем линию вправо. Вот здесь она у меня закончилась. С этой точки мы опускаемся по диагонали вниз. По диагонали опускаемся влево-вниз и оказываемся внизу. Теперь поднимаемся вверх и оказываемся в той точке, где мы были. Это третья линия. И по диагонали опускаемся вправо-вниз. Вот у нас получилось 4 линии. 1, 2, 3, 4. В чем суть, что это упражнение показывает? Да, кто из вас знает уже, ну вы понимаете вывод, нужно выходить за пределы. За пределы чего? На самом деле, на самом деле ответ, он виден, если немножко эти 9 точек поместить в такую рамку. Взрослые не могут решить эту задачу по очень простой причине. Потому что они ищут решение внутри этой рамки. Вот внутри этой рамки. А решения там нет в принципе. Вот в принципе там нет решения. Поэтому если цель не достигается, вот вы поставили какую-то цель, а это, ну, большинство людей бывает так, что цель не достигается. Это означает, что вы хотите эту цель достичь, оставшись в той рамке, в которой вы находитесь в настоящий момент. А это практически невозможно. Нужно выйти за пределы. И вот то, что вы на сегодняшней встрече, ну как минимум говорит о том, что вы, ну по крайней мере, может не осознанно, но поиски. А как же выйти за пределы этой рамки? Есть разные рекомендации. Там в зоне комфорта денег нет, там еще что-то говорят. Но выходить из зоны комфорта для многих дискомфортно и многие не рискуют. Есть вариант просто расширять свою рамку. Тем более сейчас для этого есть абсолютно все возможности. Для того, чтобы расширить свою рамку, нужно свое окружение наполнить другими людьми. Невозможно зарабатывать больше, чем зарабатывает твое окружение или те люди, с которыми ты постоянно общаешься, которые занимают большую часть времени, которых больше в твоей жизни. Если в твоей жизни большинство людей, с которыми ты общаешься, которые зарабатывают так же, как ты или меньше, вероятность того, что ты начнешь зарабатывать больше, ну очень маленькая, очень маленькая. Надо проводить больше времени общаться, слушать в ютубе, в любом месте, где это возможно, тех людей, которые зарабатывают два-три раза больше, начинать думать, как это делают они. Тогда есть шансы, что вы выскочите вперед на большие доходы. Вот как можно соединить, кстати, кому интересно, тремя линиями. Тремя линиями, видите, вот здесь. Ну я там понимаю, что у вас может быть расплывчатое мелко. Вот потом запись посмотрите. Вот как соединить двумя линиями девять точек. Можно просто взять этот листик, разорвать его на три части. Это вот реальные ответы, решения этой задачи детьми вот 5-6 класса на математических олимпиадах. Или разорвать его на три части, выложить в одну линейку и соединить одной линией. Вот взрослые так не думают. Вот поиск решений, вот всё, о чём я сегодня хочу до вас достучаться и сказать, ищите ошибки. Задавайте себе постоянно вопрос, в чём моя ошибка. Потому что слушая людей успешных, которые вот уже достигли результата, они же делятся своими успехами, как они это делают. Повторять действия другого человека, ну достаточно сложно. Особенно, когда ты не понимаешь, а на что нужно направить усилия. Потому что рассказывается оно о разных нюансах, о разных деталях жизни, бизнеса. А в чём именно твоя ошибка, которая тебя сейчас держит? И чем чаще вы будете себе задавать вопрос, в чём я ошибаюсь, что я делаю не так. Вот подойти не с позитивной точки зрения, как вот в сетевом бизнесе, ну это уже такая стала норма, а подойти с точки зрения такой конструктивной, рациональной, рациональной. Посмотри, что я делаю не так. Одну очень простую вам дам рекомендацию, очень надеюсь, что вы её начнёте выполнять. Записывайте себя на видео. Записывайте себя на видео, как вы делаете звонки. Со стороны намного лучше можно увидеть, как вы говорите, как вы себя ведёте, ваша мимика, жестикуляция. Как вы проводите бизнес-встречу. Поставьте камеру, поставьте смартфон, запишите на видео, что вы говорите, и потом проанализируйте. Ещё одна ошибка состоит в том, что многие не анализируют результаты проделанной работы. Ну вот просто, казалось бы, это понятно. Но когда отрицательный результат, иногда, может быть, ещё подумают, ну вот так, чтобы хорошо проанализировать, найти ошибку и исправить, почти никто этого не делает. Когда положительный результат, тоже нужно анализировать. Как это получилось? У тебя есть результат. Сядь, подумай, что я сделал, что у меня получился этот результат. Что я сделал, что у меня не получилось результата. Когда мои партнёры говорили, мы там делаем звонки, люди не приходят. Я их спрашиваю, что ты сказал, чтобы человек не пришёл навстречу. Они удивляются, как? Я ничего такого не говорил, чтобы он не пришёл навстречу. Я говорю, но он не пришёл навстречу. Значит, ты что-то сказал из-за того, что ты сказал, он не пришёл навстречу. И вот изменение самое сложное для людей. Изменить привычку – это нужно время. И люди, многие, не достигают результата только лишь потому, что они изначально, изначально не хотят меняться. И вот если говорить о лидерстве, многие говорят там, как выращивать лидеров, даже как развивать лидеров. На самом деле изменить человека невозможно. Я думаю, вы к этому выводу уже пришли. Если нет, то я вас тогда могу обрадовать. Вы не поменяете ни папу, ни маму, ни жену, ни мужа, ни детей. Что же тогда делать? Нужно ответ. Ответ состоит в чём? Ещё раз говорю, ошибка состоит в том, что многие пытаются изменить людей, даже через обучение, через мотивацию и всё остальное. Не получится. Не получится. Я руковожу Академией развития лидерства уже шестой год. 19 лет я в сетевом бизнесе. Я это видел со своими партнёрами, с собой, со своими близкими. Сейчас вижу, как бизнес-консультант в разных странах мира. Всё одно и то же. Все пытаются друг друга как-то изменить, подстроить, и ни у кого ничего не получается. А тех, у кого получается, они потом не могут объяснить, как это получилось очень часто. Ответ состоит в чём? Вам необходимо создавать условия, при которых люди или захотят, или вынуждены будут измениться. Я могу ещё раз повторить. Если вы хотите больше лидера у себя в команде, вам необходимо создавать условия, создавать условия, при которых люди либо захотят, либо вынуждены будут измениться. То есть это их должно быть решение, но к этому решению, ну и дальше действие, но к этому решению вы должны их подвести созданными условиями. Что это означает? Да всё на самом деле очень просто, только нужно это использовать. Как поступают опытные лидеры часто? Вот мероприятие, я приезжаю, и вот лидер побежал туда, побежал туда, где проектор, где ещё чего-то, там билеты, люди, сдача. Я говорю, почему ты сделаешь всё сама? Ну чаще вот женщин больше. Она говорит, да, вот это пока их допросишься, пока им объяснишь, как правильно, проще самой всё это сделать, это будет всё сто раз быстрее. На первый взгляд, да. Но когда лидер делает самостоятельно то, что умеет, то развивается лидер. Партнёры при этом не развиваются. И вот ошибка очередная многих в том, что они не дают задания, не распределяют задания. Или если распределяют, то потом что-то сами доделывают, что-то сами там дорабатывают. И получается, что есть лидер, он растёт, и вокруг него много последователей, саботажников, саботажников. Антон тоже сегодня об этом очень хорошо сказал. Или вы, я ещё в конце об этом напомню, вытяните людей вверх с их привычных рамок, или они стянут вас вниз. Для того, чтобы вы их вытянули вверх, нужно создавать условия для их развития. Давать задания, ставить посильные задачи, инструктировать, консультировать. Сейчас мы ещё дальше об этом поговорим. Понимаете? Насколько то, что вы сейчас узнали, для вас по 10-бальной шкале полезно? Только по-честному. Насколько то, о чём я сейчас говорю, для вас по 10-бальной от 1 до 10 полезно, интересно, может быть, практично, надеюсь. Когда лидер делает всё сам, никто не хочет, убежал он. Да, конечно, когда люди привыкают к тому, что лидер делает всё сам, они потом не хотят выполнять, потому что раньше же ты делал, что теперь мы должны делать. Исправлять, конечно, всегда тяжелее. Но вот сейчас, я не думаю, может быть, вы и первый раз в таком контексте услышали о развитии лидеров, но мы, та компания, которая занимается именно развитием лидеров и лидерства, мы об этом очень много думаем, проводим исследования, опросы, и я с вами делюсь вот такими последними нашими выводами, наработками, ну, за последние годы. И вот теперь полная формула мотивации. Обратите внимание. Вот это на экране сейчас полная формула мотивации. Именно мотивация, а не энтузиазма. Она состоит из трёх частей. Зарисуйте себе обязательно. Первая часть, конечно же, мимо мы никуда не денемся, это видение правильной цели, которая действительно тебе позволяет решить те проблемы или ситуации, которые у тебя в жизни есть. Вдохновляющая, как угодно можете её назвать. Но если это только будет одна цель, мотивация долго не продержится. Вторая составляющая, очень важная, это видение пути к цели. Вот здесь видение пути, корень, ну, почти всех проблем в сетевом бизнесе. Да не только в сетевом бизнесе. Если вы поставите цель новичку, даже небольшую цель, 9-процентники, например, 9% это то, что достичь может абсолютно каждый здравомыслящий человек, конечно, при хорошем, правильном спонсоре. Даже и самостоятельно, но при хорошем, правильном спонсоре. Но если вы путь не покажете до бриллиантового директора, то этот новичок, даже при хорошем спонсоре, не дойдёт даже до 9%. Это, собственно говоря, и происходит. Развитие в вашем маркетинге в Reflame, оно должно быть построено на том уровне, на который доступен практически для всех. И по моему пониманию, это 9%-ники. На 9%-6-7%-9%-ников строится директор. 6 директоров это бриллиантовый. Я понимаю, что это теория, но поверьте, я знаю, о чём я говорю. Я знаю, как удвоить, утроить количество лидеров в отдельном большом регионе страны, и я это делал. Я знаю, как со 100 человек мероприятий до 1000, до 2000, до 3000 раскрутить и довести. И одна из основных причин, у кого что-то не получается, это отсутствие видения пути. Если мы идём, и у нас глаза закрыты, мы идём аккуратно, мы идём медленно, или если мы плохо видим, в тумане или ещё где-то. И вот низкая скорость развития бизнеса у вас, у ваших партнёров, она связана с тем, что ваши партнёры или вы, а из-за того и ваши партнёры, плохо видите путь. А путь состоит, обратите внимание, внизу, из четырёх составляющих. Многие опять же здесь путают. Вот ещё одна вам ошибка. На первый взгляд ничего нового в том, что я говорю, но я вам объясню, что новое. Многие путают и думают, что путь – это план действий. На первый взгляд, да. То есть план действий – это пошаговый какой-то план, первое, второе, третье, что я делаю сегодня, завтра, в неделю, в каталог, квартал, месяцы, годы и так далее. На самом деле план, план действий, шаги – это только одна из четырёх составляющих видения пути, чёткого, конкретного видения пути. Почему ещё важно об этом? Но я вам сейчас всё это не расскажу, потому что это большая отдельная тема. Хочу обратить на это очень большое ваше внимание. Почему это важно ещё? Потому что видение пути отвечает на вопрос, смогу ли я, смогу ли я достичь эту цель. А если вы пропишите, как обычно это делают, и то не всегда, просто пошаговый план сделаете, тебе надо вот это, вот это, вот это и вот это. Этого мало. Этого мало. Первое, что должно быть – это расчёт бизнеса. Второе – варианты и способы. Как делать заказ, где, как находить людей. Причём варианты и способы, которые подходят именно этому человеку. И всех надо выбрать, перебрать то, что в настоящий момент для него более подходящее. Для кого-то список знакомых, но далеко не для всех, особенно сейчас. Сейчас в эти его бизнес приходят люди с таким достаточно низким лидерским потенциалом, с низким предпринимательским мышлением. И они в своём окружении не авторитеты, поэтому список знакомых у них не работает чаще всего. Тогда надо найти альтернативный вариант, метод. Третье – это ресурсы, которыми человек обладает, которые необходимы для достижения цели. Деньги, время, те же люди. Есть семь ресурсов, из которых четыре обеспечивают спонсор, три обеспечивают партнёр. Партнёр обеспечивает обязательно ресурсы – это время, деньги и люди. О деньгах новичкам вообще многие боятся говорить. Он с криками как будто бы встанет и убежит. «А, мне сказали, нужно потратить 50 долларов на покупку чего-то, на обучение, или тем более, если ещё про заказ говорить сразу первый, быстро сейчас об этом скажу». Но на самом деле быстрое развитие как раз идёт у тех, кто умеет, умеет создать условия, чтобы ваш новичок сразу сделал заказ, я сейчас об этом скажу. Успеваете за мной? Вот здесь видение цели, видение пути введено квадратиком, и стрелочка показывает на третью составляющую, на веру. «Верю я, что дойду к этой цели или не верю?» Так вот, вера – это следствие. К нам очень много запросов приходит по уверенности. Как повышать уверенность свою, как людям в этом помочь, потому что люди не верят, сомневаются, страхи, комплексы и так далее. Очень много по этой теме приходит вопросов. Так вот, вера – это следствие проработки видения пути, ну и целей, естественно. Если есть цель, которая для человека важна, даже пусть это будет финансово, просто даже деньги, хотя там деньги нужно, для чего ты их будешь использовать, расшить, калаш и так далее. Но даже если есть финансовая цель, но нет видения пути, веры будет мало. Если есть цель, деньги, пусть будут даже деньги, и чёткое видение пути, рассчитанное, с пониманием, сколько людей, средний заказ, другие расчёты, какие методы, какие ресурсы, пошаговый план, вера появляется автоматически, можете проверить, можете проверить. Да, конечно, ещё имеет значение самооценка, упражнения, нужно делать для того, чтобы самооценка повышалась, нужно повышать свою веру в компанию, в сетевой бизнес и так далее. Но вот я вам рассказываю те основы, которые пропускаются, которые даже опытный лидер, они их пропускают мимо, потому что на собственных качествах достигают цели, а потом возвращаются и не могут понять, почему у них получилось, а у людей не получается. Хорошо, идём дальше. Успеваете за мной? Но если вы перерисовать не успели, через Александрову презентацию, то если захотите, можете получить и, пожалуйста, пользуйтесь. Ещё одна проблема. Новички часто не видят желательно быстрого реального результата и теряют, опять же, уверенность. Почему? Инструктаж новичка, вот здесь он у нас пятым шагом, вот система номер 2, пятый шаг, видите, внизу, инструктаж новичка. В чём здесь проблема? Должен быть не просто перечень того, как сделать заказ, как вернуть заказ или как на сайте что-то сделать. Это даже не инструктаж новичка, это инструкция по использованию сайта или каких-то базовых элементов. Я говорю про инструктаж, как заработать первые деньги, желательно быстро. И это более чем возможно, более чем возможно. В Reflame я знаю очень много примеров, когда на уровень старшего менеджера люди выходили за 2 недели, за 1 месяц. Причём это не сетевики с какими-то командами, а обычные нормальные люди, которые разобрались, осознанно это сделали. Я знаю, почему это получилось у них. Поэтому сейчас вам быстренько расскажу один из основных моментов, от которых зависит скорость развития. Я даже знаю, что я сейчас нарвуюсь на сопротивление, потому что это всегда происходит, но я вам расскажу, потому что я знаю многих лидеров, и в Reflame в том числе, которые обеспечивали скорость, выполняя правильно вот этот момент, устранив эту ошибку. В чём состоит ошибка? Она так классически незаметно подползла, но она есть. Когда появляется новичок, ему там рассказали о том, о спонсорах, о будущем, о перспективах, цели записали, ещё что-то записали, большинство спонсоров, что они делают? Они отправляют новичка собирать заказ. Каталоги там кто-то 2, 3, 5, 10 дают для себя, для родственников ещё где-то. И они говорят, вот каталог, там надо, ну в смысле идёт период, там 3 недели, надо собрать заказ. И вот здесь уже идёт ошибка. Я сейчас говорю о бизнес-подходе. Я сейчас понимаю, что может быть у вас там не все новички, спонсоры, да даже и вы присутствующие, сориентированы именно на бизнес-подход. Но я говорю сейчас о бизнес-подходе, потому что сетевой бизнес – это в первую очередь бизнес. Это в первую очередь бизнес. Компании сетевые, и Рифлэм в частности, платят проценты с товара оборота. И чем быстрее товар оборот будет, тем быстрее человек получит свои проценты, то есть свой доход. Так в чём мысль, суть основная в инструктаже новичка? Во-первых, сначала первая проблема. У многих нет инструктажа новичка, отпечатанного и расписанного там раз, два, три, четыре, пять, о чём сказать своему новичку нужно обязательно. Максимум чего есть – это инструкция, как я сказал, там как делать заказ самостоятельно в интернете или там в офисе, если он есть, или ещё там чего-то. Вот каких-то там пару телефонов. Вот, поэтому инструктаж новичка, я у вас не буду даже спрашивать, потому что не хочу тратить время. Я часто этот вопрос задаю. Вот, на прошлой неделе я был в Казахстане, 1200 человек. Я спрашиваю на зал 1200 человек, у кого есть инструктаж новичка. С 1200 человек поднимают руку, он может быть человек 20. Я говорю, поднимите мне прямо сейчас листик, на котором есть этот инструктаж новичка, и они тоже опускают руку. То есть он у них есть, но где-то там в глубине души. Вот, или в компьютере там, или в принципе, они его как-то знают. Но если он не отпечатан, если он не пересылается, не передаётся, то считайте, что его нет. Нет, что обязательно должно быть в инструктаже новичка, если вы хотите обеспечить скорость. Этому нужно тоже научиться, тут и своя психология должна быть. Вот, но скорость возможна только если ваш новый партнёр сделает свою личную активность на тот размер баллов, который вы определяете. Но я считаю, что должно быть 200 баллов. Вот, на самом деле он должен свою личную активность на 200 баллов сделать в течение первого-второго дня. Один-два дня максимум новичку должно даваться на то, чтобы он сделал свою личную активность 200 баллов. Там, где я сам это внедрял когда-то, там, где мы внедряли и внедрили это с лидерами, скорость достижения, вот, выхода на 9% увеличилась в 3-5 раз. Почему это важно? Почему это важно? Потому что если ваш новичок не сделает личную активность в течение первых двух дней, тут энергетическая составляющая, то есть принимать решение нужно в течение, там, 72-х часов, пока эта энергия, энтузиазма, желание, там, достичь, держится. Потом окружение собьёт эту энергию. Она, там, разбавится с пессимизмом и так далее. Это первое. Второе. Когда у вашего новичка приходят уже его гости, то есть его будущие партнёры, и он сам лично заказ не сделал. Естественно, что они точно так же идут с каталогами. Я это называю, там, сею-сею посеваю, свой заказик собираю. Потом они приходят, там, через неделю или через две, в лучшем ещё случае, в лучшем случае, и приносят заказ, там, на 23 балла. Вот. И радостно вам об этом рапортуют. А это вообще в бизнесе ничего не решает. Понимаете? И вот там, где выстроена работа, что новичок делает заказ на первый-второй день, для себя, там, покупает, для своих близких, для мастер-класса, там, попробовать, ещё что-то. Может, на продажу, может, на подарки. Не принципиально. Это никакое наперёд опережает, там, ну, может быть, какое-то возражение, что там у людей будет продукция и так далее. Я с первого месяца делаю личную активность, ещё на большую сумму, и абсолютно всё нормально, и денег у меня тогда не было и так далее. Если вы обеспечите этот подход, то ваш новичок уже в первом каталоге выйдет как минимум на 9%, в зависимости от скорости назначения встреч и работы уже с его партнёрами. Если они будут делать каждый личную активность, даже разделите на два, у вас через месяц появится менеджер, ну, через два каталога, хорошо, растяните удовольствие. Можете взять просто калькулятор потом и просчитать, что получится даже при активности или выполнении этой рекомендации на 50%. То есть, если каждый второй будет делать. Там, где мы это внедряли, это работает просто офигенно. Ни кризис, ни чего от этого на это не влияет. Ни ситуация в стране. Умение только лишь обосновать и объяснить, почему это важно. Выгоду показать. Вот не делает так большинство, потому что они просто не научились, не научились обосновывать, обосновывать выгоду сделать личный заказ на первый-второй день после регистрации. Вот и всё. Вот и всё. И те, кто научились и научили других, скорость просто мега высокая. Мега высокая. Обратите на это внимание. Если не понимаете, как, потом через Александр можете мне написать. Я вам объясню, как. Есть технологии, техники, как добиваться того, чтобы люди осознанно делали личную активность. Они всё равно её сделают. Я уже не буду вам рассказывать. Там продуктовое коллаживище нужно использовать. Там надо визуализацию, там надо убеждение. Но реальное, которое показывает доход. Тогда ваш новичок выходит на первый результат. У него уже есть первые зачатки команд. Две, три, четыре команды в зависимости уже от уровня амбиции человека. И он начинает расти с командами сразу, которые делают реальный товарооборот. И все начинают зарабатывать. А что происходит с этим бизнесом? Все позитивные, все дружные, все весёлые, единство, дух, страсть, всё офигенно. И денег практически ни у кого на первых этапах нет. Ну разве я не правду сейчас говорю? Да, я говорю правду. Можно зарабатывать деньги с первого каталога. Не надо это растягивать на полгода. Но для этого должен постоянно генерироваться товарооборот. Вот и всё. Если подходить как к бизнесу, как к вложению, как к инвестиции. Если согласны, можете писать. Как сделать? Ольга, я же только что сказал. Как сделать 200 баллов за 1-2 дня? Если вы отправите человека с каталогом, он не сделает 200 баллов за 1-2 дня. Он не соберёт. Он берёт продукцию просто для пробы, для себя, для мастер-класса. Распишите, расскажите. Тем более сейчас у вас есть wellness. Когда-то wellness не было, это было сложнее. Хорошо. 5 минут. Я вам расскажу ещё один нюанс в этом процессе. Когда-то это сыграло для меня ключевую роль. Возможно, вам это тоже сильно поможет. Я это называю продуктовый коллаж. Каталоги в Арифлейм сейчас это офигенная цветная книжка. Я хотел заказать косметичку, и я там рылся-рылся, в двух каталогах порылся, так и не нашёл её, пропустил. Что получается? Если человека наградить каталогом, особенно не продавца, а таких большинство, он просто в этом каталоге растеряется. Что нужно, чтобы быстро сделать 200 баллов? Это принцип, который используют все профессиональные продавцы. Нужно сфокусировать вашего новичка на той ходовой продукции или обязательной продукции, которая нужна всегда, везде и всем. То, что есть каталоги, но всё всем не нужно. Нужно что-то конкретное. Поэтому три продуктовых коллажа должно быть. Первый коллаж – это по декоративке, примерно на 100 баллов. Второй коллаж – это по средствам гигиены, пеномойка, шампуни, гели, бальзамы, мыло. В Болгарии когда-то эти коллажи сделали прямо в офисе в Варне, в Арифлейме. Я там проводил программу, академию, региональный менеджер присутствовала, Мария, и они прямо в офисе повесили эти продуктовые коллажи как рекомендации наборов по 100 баллов по направлениям. По декоративке, одно направление я уже сказал, по личной гигиене на 100 баллов, шампуни, мыло и всё остальное. И 100 баллов по велнесу. И 100 баллов по велнесу. Я с вами по-честному разговариваю, как есть. Я сейчас вижу твой вопрос, тоже сейчас отвечу. Можете даже по 200. Как хотите, можете сделать, это уже зависит от вас. Можно по 100. Если 3 коллажа по 100, то в сумме получается 300 баллов. Дальше всё просто. Люди делятся на две категории. Те люди, которые начинают говорить, у меня нет денег, у меня нет денег, и те люди, которые начинают искать, как эту ситуацию решить. Так вот здесь всё очень просто, и Антон сегодня об этом говорил. Если вы будете работать с теми людьми, которые не решают ситуацию или проблему, и с деньгами в том числе, вы утонете, они вас затянут в своё болото. Поверьте, я 19 лет в сетевом бизнесе, структуры, которые я создал, вначале не сказал, просто думал, что там читали или нет. Сейчас это более 50 тысяч человек, в 12 странах мира. Я понимаю, о чём я говорю, и я знаю наперёд, с чем вы столкнётесь, и о чём вы подумаете. Если вы будете работать и фокусироваться только на тех людях, которые, у них нет хорошо, 200 баллов, это примерно 100 евро, если там ничего сильно не поменялось, но неважно, пусть это будет 100 евро. Если у человека нет 100 евро, это не ваш вопрос, рекомендовать, одалживать, не одалживать. Вы создаёте условия для развития. Помните, я вначале сказал, и кто-то подходит под эти условия, кто-то не подходит под эти условия. Ещё одна большая ошибка, она связана с этой ситуацией. Вы тратите время не на тех людей, с которыми вы выиграете. Я как спортсмен профессиональный это вам говорю. Многие, почти все, тратят время на тех людей, с которыми они бизнес не построят. И если вы начнёте фильтровать людей на входе, то вы тогда, соответственно, будете использовать и своё время, и ресурсы, и деньги, и всё остальное, только лишь на тех людей, кто способен решать проблемы. И где-то недавно я прочёл очень чётко, если у тебя есть деньги, покупай, если у тебя нет денег, иди продавай, если не хочешь продавать, иди учись, не хочешь учиться на работу бухгалтером, в школу, там, инженерам, строителям, куда угодно. Понимаете? У вас получается ситуация, когда вы вцепились в какого-то человека, и вы решили, что бы там ни было, из этого человека сделать успешного. Это большая, большая ошибка. Может быть, не всем место в раю, может быть, не всех надо в рай тащить. Понимаете? Если вы хотите сделать людей счастливыми или заниматься волонтёрством, есть много предложений для этого. Помогать людям, пожалуйста, больницы, детские дома, убирайте, помогайте ветеранам, пенсионерам. Но это другой бизнес. Вы же пришли в бизнес. Вы же пришли бизнесом заниматься. Тогда занимайтесь как бизнесом, и будет у вас результат. И вы сделаете многих людей счастливыми, когда поможете им заработать денег, когда у вас будут деньги, и у них будут деньги. Вы сможете и пенсионерам помочь, и детям помочь сможете, и всем остальным. А сейчас ситуация, я просто очень верю в сетевой бизнес. Я готов с кем угодно на любых уровнях всегда об этом разговаривать. Но меня просто иногда, вот я уже сейчас начинаю, у меня спортивная злость включается. В сетевом бизнесе очень много хороших людей, практически все. И большинство из этих хороших людей ничего не зарабатывают. Понимаете? Тем самым дискредитируя и сетевой бизнес в том числе. И родственники, и близкие окружения, которые там иронизируют, сомневаются, что у вас что-то получится, в итоге оказываются правы. Понимаете? Они говорят, куда ты там опять влезла, куда ты пошла, там что там, кто-то может заработать. И вы, не зарабатывая деньги, им говорите, да, ты была права. Я вам рассказываю, как заработать денег, как заработать денег, и как помочь в этом другим. Люди, которые не могут вложить 100 евро в бизнес, они с вами бизнес не построят, и вы с ними не построите. Поймите эту простую истину. Это очень просто. Это очень просто. В это нужно поверить, понять, проверить, как угодно. И если вы на выходе будете фильтровать этих людей, и будете тратить свое драгоценное лидерское время только лишь на то, чтобы помогать тем, кто готов, человек всегда найдет 100 евро. Друзья мои, проснитесь. Если нужно человеку на что-то деньги, он их всегда найдет. У меня есть клиенты, компании, где вход 300, 500, 1000 долларов. Ну, так работает компания. Да, нормальная сетевая компания. Я знаю, что такое финансовые пирамиды, я знаю, что такое сетевая компания, ни одной тревью по этому поводу дал. Понимаете? И они работают с большим входом. Это люди решают, где вложить деньги, взять деньги. Вы об этом не должны думать. Зачем вам об этом думать? Понимаете? Если они не хотят решать эту проблему, пусть идут зарабатывают, пусть идут одалживают, кредит берут. Это не ваш вопрос. Вы настолько хорошие, вы настолько хорошие, что вы этой хорошестью и этой позитивностью вы на самом деле не даете людям зарабатывать. Поймите, я понимаю, что я сейчас говорю для кого-то из вас крамольные вещи, возможно, возможно, но я говорю по-честному, а не по-красивому. Понимаешь? И если он не потратит эти 100 евро, например, здесь у вас, он пойдет в интернете, купит какую-то фигню, какой-то диск за 100 долларов или за 100 евро, который будет лежать у него на полке, потому что в интернете умеет продавать. В интернете работает очень много профессиональных продавцов, хороших, не мошенников, не путайте это с финансовыми пирамидами. Так, более того, я вам скажу, он эти 100 евро, не потратив на ваши продукты и на развитие бизнеса, он еще и в пирамиду угрохает. Я столько писем получил, когда у нас пирамид очень много, в интернете их больше нескольких сотен. Мне письма приходят раз в неделю точно от кого-то. Давай там какую-то пирамиду в Дубае, супертакси, давай там 20-30 процентов в месяц. Понимаете? Они приходят к вам в Арифлейн, где могут по-настоящему, по-честному заработать денег, а вы им говорите, иди собирай заказик. Они пошли этот заказик собирать, а по дороге 100 евро потратили на диск в интернете или еще на что-то, или на курсы в интернете, которые сами же и не прошли в итоге. Понимаете? Вот в чем дело. Нужно уметь профессионально продавать. Продавать – это обмен. Если вы цените то, что у вас есть, вы тогда будете это продавать. За дорого в том числе. Вы хотите сказать, что та возможность, которая есть у вас, не стоит 100 евро? Она стоит 100 тысяч евро. Только, возможно, вы не цените то, что у вас есть, поэтому вы продавать это не можете. Ну, вот так что-то вы разозлили меня своим. Где они деньги возьмут? Кто там написал? Делайте, рискните, попробуйте. Итог подвожу. Мне нужно уже заканчивать. Итог подвожу. Хотите построить серьезный, успешный бизнес? Оцените с точки зрения ценности то, что вы предлагаете на рынок людям. А вы предлагаете то, что у вас есть. Оно в десятки раз более ценное то, что предлагают в интернете. По 200, по 300 долларов. И люди покупают. У вас ценность вашего предложения намного выше. Но вы ее не оценили. Ценность – это цена. Понимаешь? И если ты оцениваешь свою ценность, ценность своего предложения, предложение компании Reflame, в 100 евро тебе легко всегда это будет предложить. И если тебе трудно предложить человеку, тем более ты же не просишь у него 100 евро, просто так, как это просят там за что-то. Инфокурс какой-то или еще что-нибудь. Ты предлагаешь человеку потратить деньги на ту продукцию, на которую, блин, он и так потратит деньги. Ну да, не сразу он эти 100 евро потратит на шампуни, мыло, витамины и так далее. Но постепенно их потратит. А здесь сразу, и когда приходят за ним такие же, как он, которые хотят заработать, и вы им те же самые условия создаете, и они покупают для себя на те же 100 евро, то дальше считай, все дальше просто. Дальше все просто. Бизнес и сетевой бизнес – это математика в первую очередь. Математика в первую очередь. Во вторую очередь умение продать информацию. И все. Вы не продукцию продаете, вы информацию продаете. Вон, пожалуйста, Ирина пишет. Первый каталог 450 баллов сделала. Это несложно. У людей деньги есть всегда. Хорошо. Ну, вы меня вот здесь немножко закрутили на одну и ту же тему. Ну, что успел, то рассказал. Надеюсь, что, ну вот, последний блок, наверное, он был самый актуальный, коль так уже он много времени занял. У меня тогда на сегодня все. Я согласен с большинством из ваших комментариев. Главное, не оставляйте это просто на уровне, да, классно, прикольно, понимаем. Разбирайтесь, ищите инструменты. Много инструментов. Есть игра в бизнес Арифлейм настольная. Может, вы не слышали, не слышали. Спрашивайте у меня через Сашу, я вам расскажу. Через которую можно учить людей. Много есть инструментов, много есть технологий, технологий, которые уже давно проверены. Главное, не будьте просто белыми и пушистыми. И не нужно быть там злыми, какими-то втюхивающими. Надо быть гармоничными, естественными, честными и нормальными. И люди к вам потянутся. Спасибо за ваше внимание. Новых вам успехов и достижений. И чтобы этот год закончился, ну, максимально, насколько вы способны его сейчас эффективно закончить, а чтобы следующий год у вас был просто годом прорыва в бизнесе и вашей жизни. Чего я вам и желаю. Всего хорошего. До встречи. Всего вам самого наилучшего. С наступающим Новым годом. Итак, давайте поблагодарим Валерия Максимчук за потрясающее выступление. Валерия Максимчук, за потрясающее выступление. Вот, не читаю. Тогда уже от эфира, чтобы нас не тормозила связь. Валерий, большая тебе благодарность от меня лично и от всех участников нашего сегодняшнего вебинара и участников вообще онлайн-форума, которые не смогли присутствовать онлайн, но будут обязательно смотреть в записи, потому что у нас разные часовые пояса. Некоторая глубокая ночь, скоро у кого-то утро. Давайте традиционно для того, чтобы закрепить информацию, которую вы сегодня получили, и проверить, насколько... Сами перед собой проверить, насколько эффективно вы провели сегодняшнее время. А сейчас в чате напишите ответы на какие вопросы вы получили в процессе выступления, который слушали от Валерия Максимчук. Валерий, большая благодарность еще раз тебе за уделенное время. Я надеюсь, мы еще с тобой не раз будем работать и встретимся, и, возможно, и каждый из участников будет иметь возможность тоже работать с тобой для того, чтобы быстрее, эффективнее преодолевать те проблемы, те препятствия, которые стоят на пути к успеху по лестнице успеха компании Reflame. Итак, всем счастливо, спасибо, что вы сегодня были с нами в эфире, и до завтра. Мы завтра продолжаем. Традиционно у нас еще предстоит два выступления, и очень интересные у вас ждут встречи. Всем пока.